ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Восемь часов тридцать четыре минуты, вторник, девятое августа. Здравствуй, великий город, здравствуйте все, это Русская служба новостей. Екатерина Родина, ведущая этой программы, Катя. Доброе утро. Да, вчера до полуночи над текстилями крутились вертушки с ведрами, тушили мясокомбинат. Микоян горел знатно. Микоян горел семь часов, семь часов подряд. Притом, Катя, вот что-то с чем-то не вяжется, зачем он горел семь часов подряд, а горело всего триста метров, как они говорят. Понятно, триста квадратов горело. Мы привыкли к масштабным возгораниям. Горит там полторы тысячи, ну как-то так-то, две тысячи, как-то вкусненько. Вот, нет, горело триста метров семь часов подряд. Чего это за чушь такая, ерунда какая-то, не может быть. А? Что-то из этих тогда-то. Какая-то цифра нет. Семь часов все знают, потому что в семь часов все видели. А почему триста метров, мне кажется, это ерунда какая-то. Больше? Конечно, конечно. Микоян горел, горел. Да. Что за беспредел в Казихинском по РНТВ показывали вчера МВД где? Да. Мясо горело. А это что, мясо сушеное, что ли, у них горело? Чего это оно так горело-то? Вот. Вяленое мясо какое-нибудь, не знаю. Мясо хорошо горит. А, Казихинский, мы следим за Казихинским. Двадцать человек вчера были избиты, да. Но это не единственный случай. Еще на Таганке вчера люди врывались на стройку, которая запрещена, но продолжается. Запрещена, кстати говоря. Именно на Таганке там запрещена, но продолжается. Да, хорошо, что вы детей не водите, друзья, в школу сейчас. Как бы вам дико повезло, если бы вы... Сейчас, секундочку. Вообще, образовательная школа... Подожди, подожди, нет, нет, назад. Не 875, 875, да? Да, 875. Образовательная школа 875. Господи, что у меня... Михаил Заборнов ее закончил. Окончил. Подожди, у меня, знаешь что, у меня не то что-то включается. Найди мне, пожалуйста, где она находится. Она расположена в западном округе Москвы, юго-западная, недалеко от этой станции метро, проспект Вернадского, дом 101, корпус 5, Тропарева-Никулина. Тропарева-Никулина. Сейчас, подожди, можно я тогда найду ее все-таки? Вот, это какая-то олимпиада, не нашел, наконец. Тропарева-Никулина, 875. Ага. Угу. Все. Значит, там лежит голый мужчина, труп его. Я почему сейчас... Если у вас рядом 875-я школа, нарочно зайдите, там лежит труп обнаженного мужчины. Зачем он мужчина, зачем он обнаженный, зачем он мертвый, зачем он на территории 875-й школы, никто не знает. Охранник удрученно объясняет, что, говорит, у нас, говорит, школа, а в ней, говорит, лежит голый мужчина. И абсолютно мертвый. Нафиг это вот все случилось, никто не знает, УВД еще не подъехало. Ну, вот-вот подъедет. Понятно? Да. Вот, смотри. Значит, еще что, еще что, еще, еще, сейчас секундочку, закрываем эту историю. По биржам я хотел сказать, что они чуть-чуть отмерзают, потому что вы, когда вы говорите, что биржи рушатся, 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 это правда. Когда я сегодня пришел в 6 утра, Дальний Восток просто валился, ложился полностью. Но должен сказать по-честному, что Дальний Восток чуточку отмерзает, чуточку ему легче становится. Они с перепугу страшно работали, но сейчас уже в плюсе, например, Тайвань. Тайвань 0,54 в плюсе. А Никей, который был у нас, который был у нас 4,5, что-то минус, 3,36 сейчас в минусе, 3,36. Шанхай минус 1,10 было намного больше. Гонконг минус 6, было, по-моему, минус 8, что ли, 2 часа или 3 часа назад. Корея минус 5,64, это страшно много, но было минус 9. Было минус 9 в Корее. То есть все нормализуется? Ну как, нет, ну как, ну нет, не нормализуется, потому что Корея минус 5,64, это ужасно. Да. Но, с другой стороны, Тайвань плюс 0,54, значит, как бы первый страх ужасный после этой страшной ночи, американской страшной ночи, когда все падало. Да, прошу. Сообщение, срочный аэропорт Магадана готовится к аварийной посадке самолета Ан-12. Он вылетел, потом неисправности в двигателе были обнаружены пилотом, и теперь он возвращается, чтобы совершить посадку. И как он будет садиться? Да. Производить с неисправленным двигателем. Посмотрим сейчас, слушай, об этом спросим летчиков. Через минуту вернемся, 8.39. Подъем. Подъем с Сергеем Даренко. На русской службе новостей. Если позволите, я хотел бы внести ясность. Спасибо за критику. Мне говорят, да, но ваши новости сообщали, что 4 тысячи горело. Ребят, значит, сообщали так, я следил за новостями. На Микояне горело 7 часов. Это точно, 7 часов, потому что у всех часы. А горело так, 4 тысячи квадратов. Нет, сначала было, что ли, 3 тысячи, потом 4, потом сказали 2. Потом, но так, постепенно сокращая, дошли до 300, то есть с самого начала, понятно, да? То есть цифру, цифру истинную мы так и не знаем. Потому что площадь возгорания максимальная. Неизвестно. Потому что каждый раз по-новому нам почему-то пожарные сообщали. Почему они так нам сообщили? Мы не понимаем. Для чего им утаивать лишние метры? По-моему, каждый метр пожара – это героизм и премия. Разве нет? Пожарный должен быть заинтересован в том, чтобы пожар был всепланетный. Чтобы потом его потушить, да? Ну, конечно. И все сказали... Пожарный хотел бы жить на солнце, где вообще каждый квадратный миллиметр горит, понимаешь? Вот где хотел бы жить пожарный. Для чего они преуменьшали площадь пожара непрерывно, я не понимаю. Это трудно понять. Невозможно. Так, хорошо. Педофил, который валяется... Нет, это не педофил. Голый мужчина, который валяется на 875-й школе сейчас во дворе. Это дети педофила завалили. Думает, 70-й. Давайте вернемся к самолету. Верни меня к самолету, который сейчас кружится, и в нем люди живые сидят. Да. В Магадане. Ан-12. Взял во вторник курс чукотский поселок. Вскоре командир экипажа решил вернуться. Снова. Потому что у него не работает двигатель, неисправность двигателя. Это что? Что? Какой груз? Сколько пассажиров? Какой груз? Пока ничего не известно. Но в аэропорт стягиваются пожарные машины и машины скорой помощи. Кто-нибудь из пилотов, скажите, пожалуйста, что сейчас происходит? Что сейчас происходит? Вот, смотрите. В Магадане самолет Ан-12 взлетел. Двигатель неисправен. И сейчас туда стягиваются какие-то пожарные машины. Вся вот эта красотища для того, чтобы его сажать. Что делает сейчас командир? Перенесите нас, пожалуйста, на место посадки командира экипажа. Здравствуйте. Здравствуйте. Что делает командир? Спасибо. 7-8-8-107-0. 7-8-8-107-0. Мне нужен летчик, который понимает, что делает сейчас командир. Вот он должен сесть с неисправным двигателем. Очередное какое-то геройство у нас намечается. Ан-12, да, здравствуйте. Сергей, здравствуйте. Я не летчик, но я служил в авиации, обслуживал технику, и в частности Ан-12. Да. Вы имеете дело, вы имеете дело сейчас. Вот сейчас вы имеете дело, знаете, с кем? С механиком по турболинтовым самолетам со мной. Сергей, ну вот вы же все знаете, что есть операция флюгирования, что в принципе у Ан-12 четыре двигателя, правильно? Это вот тут я соглашусь сразу, да. Соответственно, да. Один двигатель, когда какой-то неисправим, во-первых, есть такая операция флюгирования. То есть двигатель стопорится, винты вдоль потока воздушного становится, чтобы они не мешали, как бы. А разворачиваться, зная лопасти, да. То есть вдоль поток, соответственно. И все, и дальше он вырубается полностью топливо и все остальное, вся гидравлика. Вот, и все. И садится самолет. Единственное осложнение, то есть у них есть, во-первых, предполетные, ну, то есть они тренируются периодически на аэродромах же. Да. Есть такая трасса, там флюгируется и два двигателя. Мало того, я сам лично наблюдал, как и у 18-й садили, даже с одним двигателем, то есть тоже три все вырубались, да, есть такая операция. Чегося. Да. Да, но здесь вопрос в том, что осложняется все, наверняка же он загружен топливом под завязку, и наверняка же есть груз. Груз, 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 груз. Груз и люди, да. Да, да, да. То есть, соответственно, это же надо будет топливо вырабатывать. А пожарников стягивают лишь потому, что, скорее всего, возможно, будут сажать без выработки топливо. Но это опасность, и это рис, соответственно, должна быть. Скажите, а он, значит, сейчас вырабатывает топливо, шурует по округу, да, на кругу? Скорее всего, если он держит самолет, то он будет вырабатывать топливо, чтобы, не дай бог чего, чтобы не взорвалось все это удовольствие там. А слить можно как-нибудь топливо там? Нет, 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 конечно, сливать нельзя, ни в коем случае. А хорошо бы, да. Статистическое электричество и... А, можно, точно, да. Спасибо вам большое. Видите, вы вернули меня в авиацию. Меня вернул в авиацию этот специалист по флюгированию. Понятно? Угу. А я забыл уже. У него правильно же лопасти становятся вдоль потока, понимаешь? Не поперек, а вдоль. Чего читать? Читай быстренько. Можно не волноваться? Давай. Нет, ты читай, ты читай. Аэропорт Магадана готовится к аварийной... А, нового ничего нет? Ничего нового нет. Он все еще готовится. В ближайшие несколько недель он будет летать над Магаданом, взад вперед вырабатывать топливо. Совершенно верно. Все, спокойно, дальше поехали. Значит, смотри. Миколин Горелл киллер. Очень смешной киллер сегодня. Я читал, я хохотался у него. Коммерсант. Значит, это в Новосибирске. У вице-мэра Новосибирска, у вице-мэра Новосибирска была команда, которая занималась в рабочее время убийствами. Вице-мэр, зам, заместитель мэра Новосибирска. Он прямо в рабочем кабинете собирал вот свою организацию по убийству людей. Они у него, даже не хочется шайкой называть, потому что это же все-таки человек при власти, был серьезный мужик. Понимаешь что? Вот. И он собирал людей и планировали они кого убить. На этой неделе. Ну, то есть сказать, да, нет. Ну, не так, чтобы они валили по многу. Они не валили по многу, потому что он... Это необходимость. Он вот шесть человек валил, и из шести человек, которых он валил, двух не завалил. Но смешно другое. То есть четырех убил, а двух не сумел. Нет. Может, пугал, просто по машине стрелял в одном случае. В представителе армянской диаспоры. И тот наклонился, успел наклониться. Раз. И без живота был такой резвый. Хопа. Наклонился. И ему в этот... В кресло в машине. Бабах, бабах. Две пули. А он в этот момент был наклонен. Может быть, у него шнурок развязался. Понимаешь? Смотри. Смешная фишка вот в чем. Каждый заходящий, недобитый, недоубитый, разговаривает с киллером на суде. Вот это смешно. То есть у них Новосибирск. Казалось бы, Новосибирск не совсем крошечный город. Ну, бери Новосибирск вики, а? Пожалуйста. Новосибирск, это что, человек 15 там живет? Сколько там? Нет. Нет, нет. Ну, не 15, может быть, 150. Сколько человек живет в Новосибирске? Новосибирск вики, пожалуйста. Сейчас. Потому что... А, да. Ощущение, что это деревня. Ну, я говорю серьезно, это мне было. Новосибирск википедии, может, был, но забыл. Что? Открывается? Открывается. Бух, бух, бух. Ну, третье по числе населения 11 по площади в России. Полтора миллиона, да? Да. Очень запросто. Значит, там невероятно сплоченные элиты. Сплоченные элиты. Несмотря на то, что город большой, элиты невероятно сплочены. Потому что заходящие, недобитые жертвы преступлений киллера, который был приближен к вице-мэру, приближенный вице-мэру, они заходят и с ним болтают. Они, ну, как дела, там все. Когда судья, у судьи ушки топориком, и судья спрашивает, скажите, пожалуйста, а что это вы с ним вроде как-то по-родному как-то разговариваете с киллером-то? А, значит, вот господин, например, Хачатрян, которого убивали, он говорит, ну, боль, боль, обвиняют боля, боль, фамилия. Боль, говорит, только инструмент. Ну, за что его наказывать? Ну, мало что он стрелял, говорит, в меня в голову. Работа такая у него. Ну, у него же работа, он же... А как, говорит? Потрясающе. И тем самым новосибирские элиты, и следующий тоже, Сергей Фролов, недобитый, тоже заходит, начинает разговаривать с убийцей, с болем. Как дела? Здорово, здорово. Понимаешь, да? Извини, что не помешал завершению дела. Смешно другое. Они говорят, ну, ему же приказали нас убить, он нас и убивал. Это нормально, они говорят. И тем самым, тем самым, Катя, они де-факто говорят, что если бы нам приказали завалить Буоля, мы бы тоже стреляли. И все вокруг поняли бы, да. Ничего особенного. Просто ему приказали убить нас. А если бы нам приказали убить его, ну, то есть это нормально, это обычно, они говорят, здорово, Буоль, как его звать сейчас? Скажу тебе, ну, как его Буоля это звать? А там и есть по ошибке одного завалили, потому что Буоль пошел стрелять Мамуку, грузинского вора в законе, а Мамука из уважения посадил Зазу Гагаладзе на свое место, на свое место, где он обычно ужинал. Сказал, Заза, садись на хозяйское место. И наделали дырок в голове у Зазы из окна. Мамука жив. Ну, тоже говорит, ну, нормально, потому что, что я тут, понимаешь? То есть ощущение, что они это принимают. Можно, Дмитрий Буоль, они говорят, Дим, здорово, здорово. Вот. Ощущение, что они это принимают как норму, понимаешь? Как работу. Ну, да. Все понятно. Лондон. Еще лондонские погромы, но уже не успеем. Может быть, у нас есть кто-то, кто сейчас из Лондона? Потому что там, говорят, в Лондоне участвуют в погромах 7-летние дети. Группы школьников наравне со взрослыми громят витрины магазинов, поджигают машины. Около 50 детей младше 10 лет, насчитала полиция. Около 50 детей младше 10 лет. Два класса, как минимум. Лютуют, конечно. Да. Лютуют, там поджигают машины и бьют витрины. То есть это бунт детей тоже в том числе. И эти погромы движутся, перекатываясь из города в город. Мы вернемся через минуту и поговорим об этом. Подъем. Русская служба новостей. В движении. 8.53. Да, мы с Катей обсуждаем вот что. Что кругом дети, дети, всюду дети. Дети ловят педофилов. Дети, наоборот, сдаются педофилам. Дети еще что-то. Дети вот сейчас, еще в Дагестане была перестрелка. На батарею вообще причем. Два молодых человека стали стрелять друг в друга и убили девочку в результате 7-8 лет. А они разговаривали, просто разговаривали двое. И один другого выстрелил и стали все стрелять. 10 человек вдруг стали стрелять. И убили девочку. Понятно, да? Вот опять дети, кругом дети. Дети в Лондоне убивают друг друга. Страшная история. Давайте после 9 подумаем об этом. Как-то, кажется, смещается центр внимания и центр, вот, acting generation. То есть, как это деятельное поколение становится восьмилетними. К чему мы идем? Потом что, назад пойдем к сорокалетним, опять деятельное поколение будет сорокалетних? Или так уже будут деятельным поколением довольно долго в культуре, в нашей восприятии, в коммуникации с 7-8 летними? Самое главное. Они тогда будут козырные. Понимаешь? Тульские убийцы, которые в 16-19 лет. 19 лет. Ну да, да, да. То есть, все делают теперь дети. Хорошо. В движении 7-8-8-107-0. После 9 поговорим о детях, в том числе лондонских. Пожалуйста, 7-8-8-107-0 в движении. И где едете, что видите? И наш смс. Плюс 7-925-101-107-0. Алло, здравствуйте. Слушаю. Да, доброе утро. Третье транспортное в районе Кутузовского, точнее перед Кутузовским, стоит где-то 15-10-15 километров в час. Спасибо, спасибо. А вот в Троицке на реке Десни отравили всю рыбу. Лежат кучи на берегах и все это протухает. Это жесть, пишет Алексей. Ужасно. 7-8-8-107-0. 7-8-8-107-0. Движение. Где едете, что видите? Пробки, засады, аварии. Да, здравствуйте. Алло, да, добрый день. Здравствуйте, где вы? Мы едем сейчас вот по Балашике, вот, проезжаем примерно где-то километров в 20 час. 20 час это обычно, это нормально? Да, конечно. Спасибо. 7-8-8-107-0. 7-8-8-107-0. Наш телефон, пожалуйста. Движение. 7-8-8-107-0. Алло, здравствуйте. Да, слушай. Доброе утро, Сергей. Рига стоит, страна области. Рига стоит, да? Да, полностью. Слушай, Кать, Кать, а выкатите мне, пожалуйста, Google пробки или Яндекс пробки, что-нибудь такое. Да, выкатываю. Ладно, давай. Где у меня ссылка была, черт, на эти Яндекс пробки? Где-то была ссылка, теперь я ее потерял. Ну, вот сейчас Катя сделает. 7-8-8-107-0. 7-8-8-107-0. Алло, здравствуйте, где едете, что видите? Да, доброе утро. Здравствуйте, Игорь. Да. По внешнему указу уплотнение перед Волгоградской. И Новая Рязанка в области стоит, потому что перед этим проезжал такой кортеж пробный до Жуковского, до Макса. Они тренируются. 5 мотоциклов плугом и штук 20 с люстрами прям летели красиво. Ага, то есть они тренируются, а вы и рады? Да. Ну, как хорошо, правильно? Тренируется кортеж до Макса, до Жуковского ездить взад-вперед. Классно. Слушайте. Значит, что я вижу, вижу, вижу на Яндекс-картах? А стоит с 2 до 4 внешним кат по циферблату. Внешним кат с 2 до 4 по циферблату. Никак не едет. Дальше. Перед Химками внутренний МКАД стоит. И хорошенечко так стоит. Хорошенечко. Почти от Волоколамки. От Волоколамки спускаетесь с горочки. Опа! И встали. И все. Дальше, значит, вижу я Новую Ригу. У Красногорского круга стоит. И за Красногорским кругом опять стоит. Красавица. Но немного, честно. Нечего стонать. Не от кийки, как раньше. Нет. Так себе стоит. Господи. В центре все. Нет. Садовое кольцо стоит. С 11 до 3 по циферблату внешнее садовое кольцо. Стоит себе и стоит. Ну и там обычно коширка стоит, как всегда. 8.57. Погнали дальше. Новости спорта. Здравствуйте. Здравствуйте. Олимпийская чемпионка Наталья Ищенко признана лучшей спортсменкой июля. Лидер сборной России по синхронному плаванию победила в голосовании проводящимся телеканалом Россия-2. Напомню, в июле Ищенко показала великолепный результат, завоевав 6 золотых медалей на чемпионате мира по водным видам спорта в Шанхае и став таким образом 16-кратный чемпионат. Слав, скажу быстро. Горит тот самолет, который в Магадане взлетел самолет, отказал двигатель, и он там кружится бедный и хочет сесть выработать топливо. Так топливо выработается чуть-чуть побыстрее, потому что он загорелся. Топливо теперь быстрее будет вырабатывать, понимаете? Он горит просто. Ну вот сейчас мы следим за ситуацией. Да, да, следим за ситуацией, информация будет поступать. Итак, продолжаем новости спорта. В финале проекта «Золотой пьедестал» Ищенко опередила разыгрывающую сборную России по баскетболу Алену Данилочкину, которая стала лучшим игроком женского Евробаскета, победного для нашей команды. Кроме Ищенко и Данилочкиной за титул лучшего спортсмена Юля боролись Анастасия Зуева, завоевавшая на мировом первенстве по водным видам спорта единственное российское золото в плавательном бассейне. Анна Чичерова, установившая рекорд России в прыжке в высоту и ставшая чемпионкой страны. И лидер сборной России по волейболу Максим Михайлов, выигравший вместе с национальной командой мировую лигу. Сборная России по футболу начала подготовку к товарищескому матчу с сербами. Команда собралась в одном из столичных отелей в понедельник в 8 вечера. Сегодня подопечные Дика Адвоката проведут тренировку на стадионе «Локомотив». Перед этим в гостинице запланирована пресс-конференция с участием главного тренера. Товарищеский матч России-Сербии состоится завтра, 10 числа, на стадионе «Локомотив». Начало в 7 вечера по московскому времени. К Евро-2012 в Киеве разработали специальные указатели. Как сообщили в городской администрации, дорожные знаки помогут участникам чемпионата Европы по футболу и болельщикам. Сориентироваться среди многочисленных спортивных сооружений. Схема размещения около 40 указателей уже согласована с местной автоинспекцией. Установка знаков маршрутного ориентирования будет окончательно завершена к апрелю будущего года. Кроме того, в столице Украины во время проведения Евро-2012 планируют установить 100 стендов с информацией о туристическо-экскурсионных маршрутах. Чемпионат Европы по футболу пройдет в Польше и на Украине следующим летом с 8 июня по 1 июля. Николай Давыденко успешно стартовал на «Роджер Кап» в крупнейшем теннисном турнире серии «Мастерс» в Монреале. В поединке первого круга россиянин обыграл итальянца Флавио Чеполу в двух партиях с одинаковым счетом 6-3. Пока о спорте все. Вячеслав Петров. Русская служба новостей. Русновости.ру Субтитры создавал DimaTorzok Девять часов, четыре минуты. Вторник, девятое августа. Здравствуй, великий город. Здравствуйте все. Это Русская служба новостей. Знаешь, я читаю, смотрим, у него фотографию рыбы для новостей. Готов Алексей прислать. Если хотите, сидите. Хотим. Да, хочешь я поздоровлюсь? Канонически. Или уже достаточно? Давай, канонически. Канонически. Сейчас, секунду. Здравствуй, великий город. Здравствуйте все. Это Русская служба новостей. Нормально? Нормально? Хватит? Отлично. Катя Родина. Только мне отлично то, что происходит. Катя Родина, потому что она меня посмотрела осуждающе из-за того, что я поздоровался не канонически, а как-то так. Как-то так. Привычно. Ну, как-то каратенечко. Слушайте, на Мичуринском мотоциклист врубился в автобус только что. На Мичуринском проспекте. Следим за новостями. Раз. Плохие новости из Магадана. Слушайте, исчез с экранов радаров самолет вот этот. Взлетел самолет. Неполадки в двигателе. Стал кружить, вырабатывать топливо. Потом двигатель загорелся. Теперь он исчез с экранов радаров. Вообще непонятно ничего. Вот. Из этого может быть, может быть, что он упал. Мы теперь с тревогой ждем. Смотрите, связь с ним. Он исчез с экранов радаров. Ан-12. А еще, подождите, подождите. А этот пенсионер. Что с ним пенсионер-то? Какой пенсионер интересный. Долгожитель. Ах, долгожитель. Московский долгожитель. Ему 99 лет. Он 912 года рождения. 1912 года рождения. Проживал на Михалковской улице, дом 24. Только что повесился на бельевой веревке. Причины? Утолкнувшие пенсионера на суицид. Уточняются. 99 лет, слушай. Может быть, просто ему надоело. Надоело жить. Нет, надоело, потому что он смотрит все время одно и то же. С утра смотрит, тьфу, ты опять восход. Потом, кстати, к вечеру смотрит, тьфу, ты, Господи, опять закат. Можно что-нибудь новенькое показать, говорит он. А говорит, да нет, завтра опять будет восход. Он говорит, я не могу больше уже. Может, достали. А? Да, может. Может такое быть? Я не знаю. Значит, смотрите, продолжается, мы продолжаем следить за биржами, которые, вы знаете, вчера рушились страшно, совсем страшно. И мы там теряли 7 с лишним процентов. Значит, 1,4241 сейчас доллар. Доллар серьезно подорожал, но сейчас немножечко тоже откатывается. Был 1,4160 к евро, я имею в виду. Сейчас 1,4241, это принципиальная главная пара, доллар-евро. Вот он в этой паре достиг 1,4160 совсем недавно, несколько часов назад, три часа назад. И сейчас на 1,4241 откатывается. А по биржам, секунду, 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 сейчас я вам скажу. По биржам падение не такое чертовски ужасное, как вчера, но падение продолжается. Никей минус 2,64, Шанхай минус 1,1, Гонконг минус 6 процентов, Тайвань минус 0,38, только что был в плюсе. И Корея минус 4,85, но была сегодня, три часа назад, минус 9 процентов. Так что чуть-чуть полегчало, но кошмар продолжается, экономический кошмар продолжается. Мы говорим о детях, мы собирались говорить о детях, потому что мы обратили внимание, что все последние новости, вообще все последние новости, касаются главным образом, главными действующими лицами в целом ряде сообщений в последнее время становятся дети. Означает ли это перенос внимания цивилизации, некий эстетический перенос внимания цивилизации, просто искусственный, да, перенос как бы угла зрения, То есть мы начинаем смотреть на детей, как на действующее поколение, действительно действующее поколение. Или это действительно так, дети занимают позицию действующего поколения. Понимаешь? Ну смотри, я, если позволишь, совсем так вот листая, перелистывая эскизы. Значит, на самом деле, совсем недавно действующее поколение сорокалетнее, действующее поколение сорокалетнее, и там даже старики, там, 70-80 лет, пытаются походить на них, быть похожими на них. Да, на сорокалетних. И молодежь тянется к сорокалетним дружить с сорокалетними. Бог весть. Сорокалетние козырные, они при деньгах, они при положении, они всяко вот так, да, от сорока до пятидесяти. Вот потом, постепенно, да, но это было так не всегда, но это было так не всегда. Это в последнее время? В 35, нет, ну хорошо, в начале 19 века в 35 лет уходили в отставку, в 35 лет выходили в отставку на дожитие, доживать. Доживать до, там, смерти в сорок, сорок два, сорок пять лет смерти, понимаешь, массово, притом это общее явление. В 35 уходили в отставку. Да. Вот, значит, в 25 студенческая песня начала 19 века мы прожили лучшую половину жизни, если следующая половина жизни, там, так сказать, там уже болезни и старость. То есть 25 половина жизни, как сегодня, там, 45, понимаешь, да? Вот, ну, я тебе скажу, что кривичи, замечательные кривичи, предки, вот, так сказать, там, истринцев в Истре, ну, и москвичей вообще, славяне, они умирали где-то в 29, не доживая от 30, по раскопам, если смотреть. Это была старость. Это была старость, это была старость, но они видели внуков. В 29 они видели внуков. А сейчас мы удивляемся, когда девочка рожает 12 лет. Да, в 29 они видели внуков и умирали, вот так примерно, да. Значит, смотри, сейчас происходит какой-то, какой-то перенос, смысловой перенос. Все, что происходит, делают дети. В Лондоне 7-летние дети, внимание, в Лондоне 50, не менее 50 детей младше 10 лет громят города сейчас. Ну, там, кроме них есть и взрослые. То есть, какие взрослые? По 15 лет, по 19. Значит, здесь все новости сконцентрированы вокруг детей. Вчера трех детей насилуют в Крылатском. Дети выявляют педофила в Краснодарском крае. Ловят его, этого 54-летнего мужчину, который был военрук, а теперь он у них типа гинеколог. Понимаешь? Дети все делают. Все делают дети. 12-летняя девочка его сдает, а он увел 4-летнюю девочку в сарай куда-то и с 4-летней девочкой, так сказать, предавался каким-то и так далее. Понимаешь? То есть, все новости вокруг этого. 15-летняя девочка вчера, которая прыгнула с 4-го этажа. Не пытаясь не отдаться насильнику. Значит, девки рвут за Путина, надрывают за Медведева и так далее. Понимаешь? Как бы это что? Вот культурологически это что? Это смещение внимания нашего искусственного вполне? Или это действительно, действительно, все остальные поколения потеряли смыслы и пытаются искать их среди детей? Что произошло с нами? 7-8-8-107-0. 7-8-8-107-0. Я хотел бы обсудить это с каким-нибудь знатным культурологом из вас. Есть же у вас и культурологи, правда же? Звоните. 7-8-8-107-0. Что произошло? Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Доброе утро. Андрей Москва. Да, Андрей. Сергей, я действительно соглашусь с тенденцией, что молодеют все и, по-моему, грубо говоря, в кавычках злые силы делают ставку на молодежь. Ну и добрые же тоже. Подождите, подождите. Доброе, да. Как зовут? Подождите секунду, я вам просто, я вам лыков в строку, я вам помогу. Скажи, как зовут этого самого митрополита Пятигорского? Не знаю. Не, я Катю спрашиваю. Ну не важно, Катя забыла тоже. Значит, он выступил вчера, что они собираются в детские садики основы православной культуры. Да, да. Ну, вы знаете... Все молодеет, все молодеет, все молодеет. Сережа, я хочу сказать, что в Англии не стоит удивляться, вот просто историю Австралии взять, по-моему, даже в конце 50-х годов они из плохих семей, как они считали, ссылали туда детей в Австралию. И только в 50-х годах закончилась эта программа. Подождите, но сейчас мы в Лондоне это видим, в Лондоне, а не в Австралии. Да, 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 и как вот посеешь, что посеешь. Понятно, спасибо, спасибо. Значит, смотрите, происходит очень интересное культурное смещение. Вчера сын сказал, хочу татушку и ухо прокалывать, ему 10 лет. Я об этом думал только в 25, и то после смерти отца. Погромы в Лондоне это здорово. Наше варьё будет знать, что им спокойной жизни нигде не найти. В каком смысле? Ну, наш, кто ехал туда и там... Причём тут, я не очень понимаю, честное слово. Тоттенхем, Тоттенхем, наше варьё живёт рядом с Виндзорами. Вы совершенно не знаете районов Лондона. Так, никто в 45 не умирал в 19 веке, это миф. Почитайте биографию великих. Значит, биографии великих, да, может быть, вы правы, в биографиях великих мы видим, как они сплошь умирали где-то в 57-60, вы правы. 57-60 где-то они умирали, да. Но, на самом деле, старик Фамусов рассуждает о своей старости, вспомните, и рассуждает о старости именно в 40 лет, ровно в 40. Это очень важно. И почитайте, я вам привёл тексты, тексты, и я настаиваю на своей точке зрения. Почитайте, студенческие песни 19 века, студенческие песни, застольные, ровно полжизни прожито, студенческие песни, 22-25 лет, 20 лет, ровно полжизни прожито, поют студенты в начале 19 века. Поэтому не надо пули лить, ладно? 7-8, спасибо. Значит, смотрите, смещение эстетическое, внимание, всё на детей вдруг. Они действующие поколения. Алло, здравствуйте. Алло, добрый день, Сергей. Здравствуйте, да. Александр, меня зовут. Да, Александр, что-то случилось? Мы отменились как поколение все, а остальные? Или мы себе прискучили? Что случилось? Я думал, что идёт процесс такого насыщения. Вот строго в лыку хотел бы сказать, что, по моему осуждению, культура – это результат эффективного остроения пространства нашим человечеством. Так вот, с культурой сейчас действительно происходят тяжёлые процессы. И мы как бы подходим, или уже подошли в зону осмысления, что мы должны жить нравственно и должны жить культурно, то бишь эффективно. Сколько вам лет, Александр, прошу вас? Мне 53 года. Александр, а может статься, что мы, вот мы, вот вы, например, в 53 года, поняли, что 30-летние потеряны? И мы как бы вообще больше к ним не апеллируем, потому что они, например, потеряны, с вашей точки зрения, для меня важно. Я просто слышал такую точку зрения. И вы уже апеллируете сразу к 10-летним, считая, что 30-летних следует зачеркнуть. Ну, что касается 30-летних, думаю, что есть правда в ваших словах. В моей провокации, да, 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 пожалуйста. Определенный слой населения, вот назовем его молодежный, да, почти потерянный. Я, кстати, не проводил, не имея возможности, социологические исследования, но мои личные наблюдения показывают, что ситуация очень тревожная в этом плане. Вот. И апеллировать можно только к тем, к тому словам населения, так и нашим детям, с которыми еще можно, как бы, не покидать надежды, с которыми можно работать. Спасибо. Я как бы хотел обсудить это с Пашей Пепперштейном, который много писал и рассуждал. Кстати, здесь, в этой студии, об отцах, детях, дедушках, бабушках и внуках. Вот эти вот культурные взаимодействия, принципиальные культурные взаимодействия, я здесь обсуждал с Пашей Пепперштейном, который теперь прячется от меня в Петербурге, наконец. Он проехал через Москву в Петербург и спрятался там, где-то лег на дно. Ничего, мы его достанем со дна. 9.16. Подъем. Сергеем Даренко. Найросен. Катя сейчас выяснилось. Катя, 85-го года рождения. Смотри. Катя, я тебе объясняю. Слушай, значит, есть ощущения. Я сейчас говорю провокационные вещи. Алло, это не моя точка зрения. Внимание, я очень внимания. Прошу меня не ассоциировать с этой точкой зрения, ладно? Я просто слышал об этом. Я подслушивал. Понимаете? Я подслушиваю стариков. Ясно? Вот слушайте. Значит, Катя, 85-го. Ее 15-летие, ну, примерно, когда, так сказать, там, ну, хорошо, 13-летие, пришлось уже на Вторую войну с Чечнёй и пришлось уже на, как тебе сказать, на какой-то осмысленный патриотизм. Какой-то осмысленный патриотизм. То есть ты возникаешь как личность, переосмысливающая мир отцов твоего отца и твоей матери, мир твоего отца и твоей матери. Ты начинаешь переосмысливать с 13-ти, там, до 15-ти лет активно, да? И в это время ты попадаешь всё равно уже в среду, которая дышит каким-то новым патриотизмом. Понимаешь? Каким-то новой общей задачей. Пусть от негатива избавиться от. Пусть от негатива. Не от позитива. Но уже есть общая задача у тебя. Почемность с кем-то другим. 85-й год рождения, да. У вас уже есть общая задача и ощущение общности ради избавления от негатива какого-то. Но я, мне пришлось подслушивать стариков, которые говорят, что вот до вас, до вас, есть поколение, которому 13-15 лет, скажем, в 93-м, 95-м, то есть 80-го года рождения, 80-го, 81-го, 82-го, скажем ещё, да, вот так, которые попадают в момент ценностного становления, ценностного становления в самый, что ни на есть, бардак. То есть они воспитываются в борделе, понимаешь, да? И в состоянии абсолютного кошмара. И вот, дескать, с ними вообще не о чем разговаривать. Поэтому надо их, как бы перешагнув, апеллировать совсем к маленьким. Потому что эти вычеркнутые, это, как тебе сказать, это бракованное племя. И поскольку его нельзя уничтожить, ну, хорошо, зажмуримся и будем, так сказать, когда-то мы привоняемся к ним, к этим детям, принюхаемся. Но жить с ними, работать с ними, иметь с ними дело нельзя. А активные в 90-х, которые родились? Вот которые, которые, нет, которые активно развивались как личности. Скажем, там, с 90-го какого-нибудь второго по какой-нибудь 98-й. Вот ввиду того, что они попали в вакуум, моральный, нравственный вакуум, с ними разговаривать, в общем, не о чем. И поэтому следует апеллировать уже сразу к малышам. Это поколение забыли, прошли. Это как бы брак. Ну, долетнуть мы его не можем. Долетнуть не можем. Ну, и фиксим, пусть живет, пока не умрет. Но разговаривать с ними тоже не о чем. Я так слышал это от стариков. Ну, вы согласны с таким? Нет, конечно. Чего это я согласен? Почему? Полно 30-летних отличных мужиков и бабзина отличных. Да, ну а общая тенденция? Не знаю. А я говорю, давайте. Давайте, хорошо. Скажите, мы потеряли это поколение? Вот это интересно. Сейчас проголосуем. Во! О, Родина молодец! Сейчас мы посмотрим. Вот это поколение 80-го года рождения. Мы его потеряли. Во, Михаил, 82-го года рождения. Сейчас посмотрим, насколько это распространенная точка зрения. Да, потеряли. 916-55-81. Они становились как личности в бесценностное время. И мы их потеряли. 916-55-81. Ничего подобного. 916-55-82. Наоборот. Их воспит... Слушайте меня. Я скажу, почему наоборот. Сказайте, почему. А если, конечно, ровно наоборот. Смотри. Их воспитывали, все еще советские люди, советские люди их воспитывали, разочарованные несправедливостью. Вот ровно сейчас 30-летние, именно 30-летние, воспитаны отцами и матерями, которые им говорили о несправедливости и скотстве русского капитализма. А жить им приходится в России. А воспитаны они советскими родителями. С обостренным чувством справедливости, с высокой нравственностью. Понятно? С высоким чувством гуманизма. И как советский ребенок может... Не клирикального гуманизма. Не клирикального гуманизма. Очень интересно. И эти дети... И есть наша надежда и опора 30-летняя. Все тогда. 916-55-82. Видишь, наоборот. Может. Может быть. Да. Но как советскому ребенку жить вот в реальной действительности... Ну, вот в настоящей жизни в России? Нет. Они не советские. Они советские родители. Им советские родители говорили о скотстве и несправедливости русского капитализма. Капитализма для чемпионов. Капитализма унижающего человека. Понимаешь? Капитализма одноразовых рабочих в Средней Азии. Вот что такое русский капитализм. Бестыжий. Понятно? Чемпионский. Все остальные должны умереть. Вот что такое. Им тогда родители говорили об этом. И они на этом и выросли. На чувстве обостренном, чувстве справедливости. Вот почему они офигительные 30-летние. Понимаешь или нет? Может быть и так. Такое объяснение... Теперь радуйся. Нет. Ты наоборот жалеешь, что ты 85-го, а не 80-го. Жалеешь, что ты 85-го. Была бы ты на 5 лет старше. Меня воспитали советские родители. Сейчас я живу в России. И что-то другое. Все нормально. Нормально, да? Все, смотрим. Смотрим. Значит, 38,2% мы потеряли это поколение. 61,8% наоборот они самые обалденные. Точно. 82-й год рождения. 30-й, говорит. Так. Так и есть. Воспитан офицером. Нет, так и есть. Воспитан офицером СССР, пишет Михаил. Правильно. 81-й год рождения. Мы еще помним те ценности. Все однокурсники женаты. У каждого по ребенку, пишет 59-й. Я тоже так. Так, секундочку. Если бы большинство нашего общества верило в Бога и имело библейские принципы жизни, не было бы такого разврата, аморальности и так далее. Ну, почти да, но почти нет. Почти да, но почти нет. Большинство нашего общества верило в Бога в конце 19-го века, например. И в начале 20-го, вы знаете, да? И Распутин, например, жил при Александре Федоровне царице, которая теперь нынче сделалась святой, как вы знаете. Так. Я 69-го года выпуска, да, потеряли? Потеряли все-таки, да? 69-го года выпуска. А-а-а. Смотрите-ка. Ну, хорошо. Догоняли зам главного инженера ЦПК имени Гагарина. Приняли при получении 2,5 миллионов рублей взятки в Щелкове. Пишет нам 38-й. Он пытался скрыться, но его догнали. Так, секундочку. Лондон, Париж, будущем Москва, когда дети будут сжечь машины, полагает, 22-й. Хорошо. Нам нужно делать обзор печати. 9-24. Разговор интересный. Если новостей никаких не будет, можем продолжить. Посмотрим, ладно? Погнали. Подъем. Обзор печати. Екатерина Родина. Да. Так, а что там в печати? Ну, об экономике все продолжают писать. О том, что у нас рынки рушатся. Бессмысленное смягчение называется. Статья о ведомостях. Ведомости надеются на то, что сегодня, после заседания Федеральной резервной системы Соединенных Штатов, станет полегче. Инвесторы надеются услышать от председателя Бена Бернанке слова о поддержке. Поддержке экономики, о поддержке падающих рынков и так далее. В общем, подробности. Дело в том, что все боятся, что он так же станет поддерживать, как и раньше. А это уже не лечит все. Да. Еще автомобили выезжают напрямую. Тоже в ведомостях материал в Коммерсанте. Есть в других изданиях. Просто все опубликовали данные от Комитета автопроизводителей Ассоциации Европейского Бизнеса. И теперь стало известно, что 225, почти 225 тысяч новых легковых автомобилей проданы в России в июле. Это почти на 30% больше, чем в том же месяце в прошлом году. А до этого ежемесячные продажи автомобилей не менее чем на 40% превышали уровень прошлого 2010 года. И, как отмечают газеты, ни сезон отпусков, ни тревожные ситуации на финансовых рынках. В общем, ничего не останавливают россиян, которые все скупают и скупают новые автомобили. Еще расскажу про статью в Коммерсанте. Сергей Собянин поторопился в каменный век. Она называется «Замена асфальта на плитку в столице приостановлена» в правительстве Москвы. Говорят, что заводы-поставщики просто не справляются с объемами поставок. Необходимым материалом просто его не хватает. А опрошенные коммерсантом производители плитки и подрядчики говорят, что все хватает. И в целом укладываются в заданные нормы. Вот данные не совпадают с одной стороны и с другой. В новых известиях заметка. У тульского маньяка проверяют московское алиби. На самом деле очень интересно. Вы помните историю, когда семья Шкарупа была убита каким-то тяжелым предметом. Задержали то ли 19-ти, то ли 20-летнего человека, любовника матери, нескольких детей, которые были убиты. И уже наградили почетными грамотами сотрудников Тульской полиции и Следственного комитета, которые принимали участие в расследовании этого преступления. А обвинение якобы преступнику еще не предъявлено. И у него появилось алиби. Все это будет расследоваться. И получается казус. Наградили следаков, а преступника пока официально еще не признали, этого задержанного преступником. Далее еще в новых известиях статья. На днях в Москве из центральной клинической больницы был выписан патриарх Кирилл. Официальная версия такова, что представитель находился на обследовании в связи с вирусным заболеванием. Но есть и другая версия, что у него инфаркт, потому что он расстроился, съездил на Украину. Какое доверение? Да. Ну или мы, вот не знаю, кто кого довел, но вот отношения русской провокации... Мы расслабили, а хохлы оказались не... ну и так далее. Хохлы довели, потому что мы расслабляли перед этим. Если бы мы выдержали в тонусе бы... Да. Конечно. Вот ты у меня в тонусе. Да. И у меня ничего не расслабили. У тебя будет какой инфаркт. Я ее все время в тонусе и так далее. Понимаешь что? Не надо расслабляться никогда. Вот тогда будет все нормально. Ну в общем эта версия не подтверждается. Читайте подробности. Не подтверждается ничего. Официально не подтверждается. Нет, не подтверждается. А так слухи ходят. Независимая газета. Все у нас были напуганы... Точнее российскую газету, да, хочу анонс сделать. Все были напуганы заявлением об отмене трудовых книжек в 2012 году. И теперь это издание разъясняет, что будет, когда исчезнут трудовые книжки. Теперь работодатель будет ответственным за то, чтобы хранить все записи. Где вы работали, когда работали и так далее. Поясняют, что вообще трудовая книжка, она не нужна, потому что многие работают за границей. Там какие-то записи в эту книгу не вносят. Приезжают в Россию. Этот опыт спрашивают, а где вы работали, а этой записи в трудовой нет. В общем, все это привязано к этой книжке. Ее убирают, и проблем не будет. И целиком никто отменять трудовые книжки не будет, потому что они у работодателей будут сохранены. Ну, в общем, вот какие-то такие данные российской газете. Там было 8 человек, во-первых, на этом самолете. А во-вторых, авария при съезде с Рязанского проспекта на внешнюю трешку. Рязанский съезжаете на внешнюю трешку. Авария. Соответственно, авария при съезде с МКАДа внутреннего на Ленинградку. Из-за этого авария... Из-за этого... Подожди. Да, из-за этого внутренняя сторона МКАДа намертво от Волоколамска. И так далее. По-прежнему много мелких аварий. 9.30 новости на РСН. Русская служба новостей. Русновости.ру Подъем. Подъем с Сергеем Даренко. На русской службе новостей. 9.34. Мы продолжаем с Екатериной Родиной. Катя, слушай, что совсем свежее? Опять на борту, значит, Ан-12. Все ищут, ищут, ищут. Пошел вертолет. Ми-8. И полетел еще Ан-26. Тоже было перед этим сообщение, что Ан-26 полетел смотреть их, высматривать. Где они? Смотри. Сотрудница Чебоксарской больницы Чебоксары повесилась и повесила двух дочерей, вероятно. Тела двух девочек, ее матери обнаружены в Чувашии. На берегу Волги. Это в 9.32 сейчас. Значит, три человека. Нет, она, возможно, сама убила, а не с черепно-мозговыми травмами. Они по... А-а-а. Дети. Дети, девочки 2-го и 4-го года с черепно-мозговыми травмами убиты, а рядом повешена 36-летняя мать, которая... То ли кто-то их убил и повесил, то ли она их сначала убила... Почему все торопятся на тот свет? То ли она их убила, а потом сама повесилась. Еще повесилась женщина, у которой сын умер в морге, рядом с моргом, трехлетний сын. Еще кто повесился? Еще старик 99-летний в Москве сейчас повесился. Еще повесила женщина, у которой отобрали опека, отобрала трех детей, новорожденного и двоих. Ну и короче, вот это вот каскад новостей, ребят, просто говорю там, сразу шлеп, 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 так полдесятка повешений. С какой стати? Что за поветрие? С какой? Почему? Ну хорошо, давай вернемся к детям. Давай вернемся к детям, поговорим о детях. Дети становятся героями новостей постоянно, непрерывно. Дети становятся центральным действующим лицом новостей. В погромах в Великобритании дети, всюду дети, дети изобличают, ловят, становятся жертвами, наоборот, активно сопротивляются. Вообще, есть ощущение смещения действующего поколения, действующего, акторов, actors, смещения в детство. То есть дети, 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 из каждой новости дети. Вот смотри, здесь опять все равно дети. И 36-летняя женщина. В Туле дети, 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 которых убивает 19-летний по существу молодой, да, очень молодой парень и так далее. Или не убивает, но его дружки 16 лет, живет с 16 лет женщина. Все, смещение идет действующего поколения все ниже и ниже по возрасту. Все, все моложе и моложе по возрасту, понимаешь? Дети интересные стали вдруг. Ну, почему? Так, секундочку. 7-8-8-107-0. 7-8-8-107-0. Давайте, давайте поговорим об этом. Мне нужен какой-то анализ ваш. Почему именно дети становятся главным героем всех событий? Это потому, что они берут на себя вожжи? Или потому, что нам мы надоели, все мы себе надоели, и мы начинаем смотреть целиком и только на детей? Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут, да? Меня зовут Александр. Да, Александр. Я вам скажу, почему у нас сейчас такой 30-летний, вот, про 30-летний скажу, как оно-то рождалось. Да. Все-таки про детей. Александр, я же про детей сейчас хотел возобновить разговор, про детей, если позволите. А вот дети росли в 90-е годы, как они формировались. Ну да, но я думаю, что их формировали еще советские родители. Александр, извините, пожалуйста. Все-таки дети, дети, дети на первых страницах новостей. Пожалуйста, помогите нам понять, почему все новости сотканы из детей. Что это? Алло, здравствуйте, да. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Да, Александр. Да, Александр. Вот мы о детях еще говорим, да? Да, дети, которые становятся по-настоящему действующим поколением. Все, понимаете? Дети – это маленькие рабы прежде. Маленькие рабы, которых мы пестуем. Это любимые рабы. Мы не разрешаем им ничего делать, а за это их пестуем и покупаем им там iPhone 4G и iPad 2, например, условно. Понимаете, да? А теперь оказывается, что это не исчерпывает картины. Они самое acting generation. Они делают все в этой замечательной жизни. Да. Вот, знаете, мне кажется, что просто они спешат жить. Вот какой-то общий сейчас такой витящее воздух, ощущение близкого апокалипсиса, вот их заставляет так спешить жить. Их, 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 вы считаете, вы настаиваете на том, что они делают такой выбор? Думаю, что да. А я думаю, что нет. Сейчас я поспорю с вами. А я сейчас с вами поспорю. А я думаю, что нет. Я думаю, что дети такие же, как были. Просто мы сами себе наскучили настолько, что теперь занимаемся вообще только детьми. То есть наш фокус, фокус внимания нашего, фокус общественного внимания обратился к ним, потому что мы себе неинтересны. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Михаил. Да, Михаил. Да, Михаил. Насчет детей, да? Да, да. Значит, вопрос в том, что сейчас очень много бездомных детей в России. Это верно, да. Да, я знаю. Всем известно. Поэтому, значит, чтобы их уменьшить, их начинают разбазаривать и продавать. Интересная идея. Спасибо. 788-107-0. 788-107-0. Значит, дети становятся принципиальным действующим лицом основной массы новостей. Меня интересует, почему это так? Что нового? Это они изменились, дети иные подошли? Или это мы изменились, мы просто больше на себя не смотрим? Алло, здравствуйте. Алло. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, мне кажется, что в первую очередь детям приходится действовать самим, потому что эти взрослые, которые отвечают за этих детей, это власть. Да. Алло, алло, вы пропадаете. Алло, алло. Мне жаль, мы вас теряем, как я уже слышал где-то в каком-то фильме такую фразу. Да, смотрите, Микоян горел 4000 квадратов, пожар был четвертый номер, наконец, 28-й. Вы знаете, просто проблема была в том, что с Микояном, что там все время меняли данные, сколько этих тысяч горит. Так, это приближение судного дня, пишет на Маскер. Это приближение судного дня. Арестован москвич, подозреваемый в изнасиловании детей своей жены. Только что. 33-летняя москвичка. 39, очередное сообщение. Девушка, подозреваемая в убийстве семьи в Туле, отрицает, что говорила об его алиби. Девушка подозреваемого. Девушка 19-летнего Ивана Иванченко, который подозреваемый. Я просто спросила у пары его друзей его мнение по поводу ареста. Я не заявляла, что у него алиби. Это наглая ложь. Заявила она только что местному информагентству Тула Тайп. Раньше как будто бы 19-летняя Алина утверждала, что молодой человек в момент совершения преступления находился в Москве. 19-летний мальчик, который убил 36-летнюю, 35-летнюю, простите, женщину, ее трех детей и ее мать. Это Тула. Арестован москвич, подозреваемый в изнасиловании детей своей жены только что. Это в 9.39. 33-летняя москвичка обратилась в полицию. Она проживает на 3-й улице Соколиной горы. Ее 40-летний муж на протяжении нескольких лет неоднократно совершал изнасилование, насильственные действия сексуального характера в отношении ее несовершеннолетних детей. Отлично, да? Двое мальчиков, две девочки. Младшему 4 года, старший 16. В субботу мужчина задержан, доставлен в следственный отдел восточного округа столицы, где ему будут предъявлены обвинения. Измайловский районный суд принял решение об аресте задержанного на время следствия, сообщает источник агентства, в 9.39 выкладывает Интерфакс. Каждая новость содержит детей. Насилие против детей, активную позицию детей, какие-то действия детей. Каждая новость, я возвращаюсь к теме, каждая, понимаете? 9.41, 42, через минуту я хочу спросить вас, дети стали активнее? Дело не в каникулах, не надо, каникулы были в прошлом году тоже. Дети стали активнее? Или мы теперь вообще ни на чем не фиксируемся, кроме них, потому что мы сами себе неинтересны, или еще почему, не знаю, спрашиваю. Подъем. Сергеем Даренко. Найрусен. Нет, нет, мы сейчас рассуждаем о том, как растут дети, и что теперь дети подходят, пытаются пальцами листать телевизор, ну, поскольку они не понимают, с какой стати чертовы кнопки. Вообще говоря, кнопки вызывают презрение у детей, потому что они там привыкли к айпэдам, к айфонам и так далее. Они подходят к телеэкрану, ну, малыши совсем, и начинают листать, листать телеэкран, потому что, и, конечно, не летается, они думают, что он сломался просто. Вот. Нет, ну, я не думаю, что это квалифицирующий все равно признак, понимаешь? Но они знают больше. Ну, это неправда, они знают по-другому, понимаешь? Все равно, как тебе сказать, это не квалифицирующий признак. Например, моя младшая дочь была раздражена тем, что нельзя перемотать фильм, когда ей было 4 года. Она говорила, перемотай, пожалуйста, здесь скучновато. 4 года здесь скучно, перемотай. Перемотай. А слайды были? Потому что был тогда VHS, были VHS-кассеты, и можно было перемотать. Сам навык, а сейчас бы она перелистнула, подошла бы, перелистнула. А в моем детстве были слайды. В любом случае тебя бесит, нет, тебя бесит отсутствие интерактивности. Почему бесит телевидение вообще как таковое? Потому что оно не интерактивно, и потому что ты должен всю эту халабуду смотреть, как полный придурок, да? Значит, ты уже не можешь этого делать, не можешь физически. Тебя колбасит от этого, потому что ты должна, у тебя кликовое сознание. Но это же было и в VHS. Это же было и в VHS. Я тебе больше скажу, как ни странно, это же было и при чтении книг в 19 веке. Ты понимаешь, да, о чем я говорю? То есть, читая Тютчева, ты могла перелеснуть. Да. Могла перелеснуть. Дорывался назад. Сам Тютчев, читая, Пушкина мог перелеснуть, если он читал Пушкина. Да, ну, конечно. Или, там, не знаю, Фанвизина какого-нибудь. Понимаешь? Мог перелеснуть. Он мог посмотреть, что в конце, а он мог листать. Потом возникает эпоха театра, кино и телевидения, эпоха театра, кино и телевидения, где в каждом из этих искусств ты не имеешь права перелеснуть. Не в театре, не в театре, не в кино, не в телевидении, ты не имеешь права перелеснуть. То есть, ты лишена возможности клика. Книги имеешь. Значит, ну, и тебя это, конечно, бесит. Тебя это, конечно, бесит. Но, скажи, а разве это не бесило людей в театре? Какие-то длинноты, какие-то, чрезвычайно, может быть, неудачные увертюры какие-то, которые бесили. Можно там кликнуть, уже перемотать это все дерьмище? Или прийти позже, если увертюра слишком бестоланная, пожалуйста, прийти позже. И так далее. Понимаешь? Да, многие так и делают на концертах. Хорошо, возвращаемся к детям. Не надо выдумывать, что iPad дает нам новое поколение. Это неправда. Это неправда, нет. Обнаружил сигнал аварийного маяка, пропавшего на поле самолета Ан-12. Осложняет поиски туман сильный, Росавиация докладывала. Ой, Господи. Короче говоря, видать, там проблема, конечно, большая, и, видать, он упал все-таки. 9 человек были. Вот уже новые данные не 8, а 9 человек было на самолете Ан-12, который пропался с радара в Магаданской области. Его ищут теперь два самолета и вертолет. Говорили, что Ан-26 полетел его искать. И говорят, что Ми-8 полетел. Теперь оказывается, что два самолета его и уже ищут. Все, да? Давай, 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 пожалуйста, вернемся к нашему разговору о детях. Ребенок пяти лет осваивает любой пульт после минимальной подсказки за 15 минут. Да. Ну и что? Ну и что? А раньше? А? Ну, способность к развитию была такой же? У детей? Всегда была. Всегда была. Просто не было какой-то техники. А ребенок воспринимает все новое одинаковое. Пойми, для него, например, новое сведение, самое важное новое сведение, наличие, например, на Земле гравитации. Наличие на Земле гравитации, такое принципиально важное сведение, например, он воспринимает наряду с пультом управления телевизором, например, понимаешь, и это, и это для него, в общем, они одновременно приходят, эти сведения. Ничего тут такого нет. 7-8-8-10-7-0. И тем не менее, мы обращены к детям, и все новости только о детях. Вопрос? Вопрос на засыпку. Почему? Это потому, что они стали другими, дети? Или это потому, что мы сами себе надоели, и мы стали другими? Алло, здравствуйте, слушаю вас. Алло, добрый день. Здравствуйте, да. Все это касаемо детей. Вы знаете, я вот тоже слушал, и вот, знаете, сознал такую вещь. Да. Что просто детям нечем заняться. У них совсем другие интересы. Полностью поглощает интернет. И нечем заняться, они питаются вот этой информацией, которая идет из интернета, особенно оттуда, из Запада. Да. Это особенно позволительная эротика, порнуха, вот это все, что показывают на экранах, рекламы и все такое. То есть это стало более доступным. У них совсем другие интересы. Вспомните, в то время, когда раньше дети занимались спортом в подлалах. Ну когда? Когда? Это в каком году? Ну это, наверное, мое поколение. Мне вот 30, да. Я застал, когда были такие драки стенка за стенку, там район на район. То есть какие-то другие вещи происходили. Были в спорте, смотрели, как люди занимались. Помню, первое железо у нас появилось совсем давно, таких подручных материалов. А сейчас тут есть фитнес-центры, но они недоступны для них. Да. Вот здесь соглашусь. Вот здесь соглашусь с том, что физическая культура была развита больше, и культ физической культуры был выше. Да, вот самое главное, вот вы поймите одно, что раньше, как бы, девушки даже любили молодых людей, которые были сильные. Я знаю, я знаю. Которые могли... А сейчас тут... Я знаком, я знаком с людьми, которые выросли в приморских городах. Там мальчики специально качались, чтобы уже на 1 мая... Вот, небось, у вас так же. А? Было? Чтобы на 1 мая? Чтобы на 1 мая выйти уже с обнаженным торсом на пляж куда-то, хотя еще дико прохладно. Но все-таки уже показывать бицепсы, трицепсы и грудные мышцы, понимаешь? Ну, так же. На юге так. На юге это так. Но, во всяком случае, в Крыму, на Украине всюду. И на Каспии, я думаю, на русском Каспии. Я думаю, это так. Я не знаю, как там, на исламском Каспии. Ну, так вот. Понимаешь? Значит, подождите. Пульты обезьяны, можно освоить, да, 90-е. Все-таки, что происходит? Я бы сказал, что это не так, не совсем так. Культ физической культуры был выше. Но, допустим, вам 30 лет, вы просто не знаете. 30 лет, значит, он 80-го, правильно? Да. Значит, если бы он был 70-го года рождения, то наряду с культом физической культуры, волейбола и всяких других полезных вещей, он смотрел бы раз 50 за свою жизнь. Раз 50, внимание! Поскольку порнуха была однообразна. Какую-нибудь греческую смоковницу и какую-нибудь Deep Throat, глубокую глотку. Кстати говоря, один из самых успешных проектов кинематографа. На снятие глубокой глотки было истрачено 8 тысяч долларов. Всего 8 тысяч долларов. И это один из самых просмотренных, по количеству просмотров, один из самых просмотренных фильмов на планете. Значит, вот, что значит? И что, он был бы чистый, хороший и тру-ту-ту, да? От греческой смоковницы и глубокой глотки он сделался бы существенно чище, чем от каскада порнухи, который сейчас валится? Нет? Нет? Не знаю, не знаю. А что? Ну, я знаю, Эммануэль смотрел бы. А? Ну, может быть, это трудно сейчас сказать. Что-то как. Это что, чистота такая идет такая? Чистота сразу такая. Да? Ну, в смысле, а что, нет? Да. Смотрела Эммануэль, признавайся? Нет. Глубокую глотку смотрела? Нет. Греческую смоковницу смотрела? Нет. А что вы с тобой разговариваете? 9 часов 51 минута, движемся дальше. Подъем с Сергеем Даренко. На русской службе новостей. Фондовый рынок. Прогнозы и комментарии. Так, фондовый рынок, фондовый рынок. Эй, простите меня, я читаю ваши сообщения такие смешные, такие интересные, такие обалденные. Народ пишет, слушай. Значит, фондовый рынок. Я хотел вам сказать про доллар и евро. 1.42.35. 1.42.35. При этом я его видел в 6 утра на 1.41.60. То есть доллар чуть-чуть отступает, но доллар сильнее, чем вчера в это время. Вот вчера в это время доллар был чуть-чуть слабее, когда мы смотрели, да? Дальше смотри. Секундочку. Форекс. Так, 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 так. Эти самые квот. Квоты, квоты, квоты. Все, по-моему, биржи. Значит, что мы видели? Мы видели Корею на минус 9% сегодня в 6 утра, а сейчас она минус 3.66. То есть чуть-чуть отмерзает. Тайвань всякого вокруг нуля, 0.79 сейчас минус. Гонконг минус 6 был час назад, сейчас минус 3.83. Шанхай минус 0.2 и Никей минус 2.23, а был 3.5 и был 3.60. То есть чуть-чуть, то есть все падает по-прежнему. Ждем открытия нашей российской РТС биржи в падении в свободном, но не так, как она вчера зафигачила целых 8% почти. А мы ждем, что российская биржа откроется и станет падать как-то так, вот сказать, сколько-то процентов, но не 8, нет, поменьше. Поехали дальше. Подъем. Подъем с Сергеем Даренко. На русской службе новостей. Единая электронная торговая площадка. Госзакупки. Я Андрей Черногоров. Андрей, здравствуйте. А, доброе утро, Андрей. Андрей, ну ужас, 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 а? На биржах, я имею в виду. На биржах, да, ужас. У нас здесь своего рода тихая гэвань. Наоборот, растет. Скажите, что это хорошее. Скажите нам. Индекс нас прибавил 9 пунктов до уровня 394. Не растет только топливо, а больше всего новых лотов в медицине. Самые привлекательные на сегодня у нас такие. Поставка продуктов в московский физтех на 3 миллиона рублей, компьютеры и оргтехники, Самарский аэрокосмический университет имени Королёва на 2,5 миллиона рублей, картриджи для принтеров в редакцию российской газеты, цена миллиона рублей, 5 лотов по конференциям для Роспечати на 1,5 миллиона рублей каждый, и в сумме 8 миллионов рублей. И крупный лот ремонт городской клинической больницы в Краснодаре на 60 миллионов рублей. Спасибо большое. Это Андрей Черногоров, Единая электронная торговая площадка. Хорошего дня вам, Андрей. Счастливо. До свидания. Погнали дальше. Подъём. Русская служба новостей. В движении. В движении 7, 8, 8, 107, 0. С тревогой и привкушением ждём открытия биржи. Так, так, так. Это поколение растёт без бабушек. Раньше можно было доверить детей среде. Сейчас в среде нельзя доверить детей. Право, да? Право, 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 право. Так, секундочку. Ещё, ещё, ещё. О да вы эротоман. Причём эра-томан написано. Эр-о-томан. Эр-о-томан. Хорошо, неважно. Я сейчас, как бы то ни было, переключайте лучшие каналы пассатижами. Это самое лучшее, что вы можете сделать, чтобы вернуть себя к добродетели. Слушайте, сейчас достало всех. Достало, реально. Вот эта вся электронная жизнь. Возьмите, переключайте каналы пассатижами. Это самое лучшее. И вы вернётесь к добродетели. Станьте хорошими. На вас даже муха не сядет. Вы будете такие хорошие. Только осы будут садиться. Всё. Давайте в движение. 7-8-8-107-0. В движение. Поехали. Алло, здравствуйте. Слушаю, да. Алло. Да, ура. Здравствуйте. Где вы едете? Утро доброе. Это Олег. Да, Олег. А что-то там было перед Ленинградской на внутреннем? Нет, ничего не было, да? Что-то было, что-то было. Но сейчас нету. Нет. Ага. Вот это про... Слушай, человек от Бутова до Шереметьева долетел. Сейчас. Ну. Ну, нормально. А почему у меня... А нет, у меня... Это обычное движение. Да ничего необычное. Вот у меня с 6 до 5 по циферблату внутренний МКАД стоит здесь. От Бутова он должен был попасть в эту ахинею. Понимаешь? Ну, Яндекс показывает желтый, а не красный. А я в Гугеле смотрю. А там что? Там красный? А в Гугеле перед самым поворотом на Химке внутренний МКАД подстаивает себе. И от Варшавки подстаивает себе голубь сезакрылый. Почти что до Киевки. Внутренний МКАД. А он летит. Пожалуйста. 7-8-8-107-0. Эх, 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 спорт. Погнали, спорт. Русская служба новостей. Русновости.ру Кто же пастушок поиграет в раймадрок Серёжа? Себе время дорожок. Подъём. Десять часов три минуты вторник, девятое августа. Здравствуй, великий город. Здравствуйте все. Это Русская служба новостей. Екатерина Родина, ведущая программы «Биржа» начала падение. 3,67 сейчас падает русская биржа РТС. 3,67 вчера почти 8% упали. Дай мне, знаешь, что? Эти всегда чуточку опаздывают, а у нас всё-таки есть возможность выйти. Скоро уже появился. Давай, курс, давай. Вырос на ММВВ на 28 копеек вырос. Евро на 63 копейки. Сколько сейчас? Сколько, сколько долларов, сколько? Не пишут. Не пишут. А мы, знаешь, что мы такие смелые и смешные. Мы сейчас просто откроем и РТС мы откроем. И мы откроем, секундочку, сейчас мы откроем. РТС и ММВВ мы откроем. Мы всё пооткрываем. Ну вот, смотри, уже на основной сегодня валится 4,51. Уже падает сейчас наша биржа РТС на 4,51. Понятно? А там сколько? 3,60 написано? 3,67. Ну правильно, они пишут, пока донесут до ленты и всё такое, они опаздывают. Надо смотреть на сайте. Индекс РТС падает на 4,51 уже. И так, 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 доллар, 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 секундочку, US рубль tomorrow, вот я смотрю, на 32 вырос, а секундочку, евро 40,87 я вижу, на 85. Это когда? Сейчас, наверное. Ой, 29,24 доллар пишут. 29,24? Да, 29,24. Кто пишет? Это интерфакс, доллар вырос, ММВВ. Курсы валют. Я не знаю, почему меня это тормозит. Может, полсвета сейчас смотрят на эту биржу, я не знаю. Наверняка. Понимаешь, это какая-то... Вот я тебе говорю сейчас, доллар, который я вижу, прости меня, пожалуйста, курака, я просто читаю, как вижу, глазками, вот прямо написано, смотри, USD рубль today, 28,52, вырос доллар на 22 копейки, USD рубль tomorrow, 28,61, где 29? Не знаю, интерфакс. Ну, что они пишут, дай мне этот интерфакс, ну-ка. В интерфаксе 29,24, ММВВ. Ой, молния, доллар вырос на 29,24. Не верю я, ну. Неправильно посчитали? Ну, не знаю, не буду верить. Значит так, слушайте, у нас есть данные, интерфакс 29,24 дает доллар, а я вижу сейчас на сайте, фактически сейчас на сайте открытом, завтрашний USD рубль 28,61. Это одна, что это? Почему? Сайт не работает? Не знаю. Или предсказатели в интерфаксе. Или предсказатели. В общем, короче, мы смотрим на это, ясно только одно, ясно только одно, что рубль будет падать, пока сейчас вот это дыхание идет. Рубль будет падать, и очевиднейшим образом, потому что и нефть будет падать, и все такое будет падать, все такое связанное с промышленностью должно падать, никуда оно не денется. Потому что в Америке чихнули, значит, нам предстоит загнуться, вот чтобы вы знали, да? Минус 4,31, сейчас РТС биржа. Все. Давай продолжать обсуждение и одним глазом косить непрерывно на бирже. Давай, договорились? Да, ну и косим на самолет тоже, на борту пропавшего. Уже 11 человек говорили, 8, 9, 7. Да, да, да. 11 уже. Смотри, несколько новостей. Британский солдат коллекционировал пальцы, которые срезал с трупов афганских талибов. Как трофей. Трофеи, он их засушивал, пальчики. Министерство обороны Великобритании расследует информацию о том, что один из военнослужащих британского контингента в Афганистане отрезал пальцы убитых талибских боевиков, хранил их в качестве трофеев. Я думаю, это его оправдает, если убитых, может, он у живых отрезал пальцы. Вот, он в южной провинции Гельменд воевал, этот британец. Сам он был из батальона аргайлских и саверлендских горцев. Он сам горец. Он горец, британский горец. Понятно? Вот. И он горец настолько, что он отрезал пальчики у афганцев, не считая их достаточно горцами. Он говорил, ну какие же вы нафиг горцы, дай-ка я тебе пальчики отрежу. И отрезал пальчики, вот так делал. Вот. И накопил пальцев сколько? Сколько? Сейчас скажу. Ну, скажи, много совсем. Секундочку. Собирал коллекцию. А как он их хранил? В целом расходе? Ну, он их засушил. А почему нет много? Ног засушить там не так много? Конечно, конечно. Значит, он собирал коллекцию. Но сколько-то сотен. Сколько-то сотен. Он... Он... Еще были американские военные, которые убивали афганцев, расчленяли их тела и оставляли себе в качестве трофеев вырезали кости и зубы. Это были американцы. Они вырезали себе косточки разные на сувениры, на обереги, на эти самые, на... Ну, на веревочке носить. Вот. А, значит, и зубы тоже. А этот собирал только пальцы. Вот такие вот. Вот тебе, пожалуйста, европеец. Нет, нет проблем. Дальше. А? Кошмар. Значит, дальше, слушай. Нургалиев. Теперь, наоборот, у нас как хорошо. Я говорю, у них плохо. Ты заметила, как у них плохо? Серьезно, как у нас хорошо. Глава МВД Рашид Нургалиев объявил, что обострению ксенофобских настроений соответствует отечественные средства массовой информации, которые некорректно освещают международные конфликты. Неэтнические высказания отдельных журналистов усугубляют ситуацию с нетерпимостью. Знаешь, как надо по-нургалиевски сказать? Потому что сам Нургалиев тоже сказал рисковато. Надо сказать так. В отдельных случаях отдельно неэтичные и отчасти некорректные, отчасти высказывания отдельных журналистов усугубляют то, что можно было бы назвать ситуацией с некоторой нетерпимостью по отношению к некоторым национальностям, которые с известной точки зрения представляются другими. Националисты, которые с известной точки зрения представляются другими Вот так надо сказать Разбывчато, фигля А то он говорит, договоритесь, говорит, фон породили Вы, говорит, породили фон, журналисты породили фон И от этого порождения фона сделалось плохо между исламом и православием А надо говорить, до известной степени стало плохо между отдельным исламом и отдельным православием И все, замутить как-то так, чтобы никто ничего не понял И все, нормально? Это в Нижнем Новгороде заявил Нургалеев Ничего страшного Слушай еще Москвичи прервали незаконную стройку у Новоспасского монастыря Значит, две стройки, вы знаете, в Казихинском Там 20 избитых И второе, москвичи ворвались на территорию стройки Но тут их милиция поддержала, по счастью То есть они сломали забор Ворвались на стройку, москвичи, к Новоспасскому монастырю Это Таганское управо сообщает Сто человек стали препятствовать стройке Потом пригласили туда милицию Потом милиция задержала тамошних таджиков, которые там работали И куда-то увезли их, все Я думаю, что такое развитие событий, когда не москвичей избивают А наоборот, москвичи ломают стройку Возможно, только при какой-то солидной крыше Ну, то есть среди москвичей, которые препятствуют стройке Наверняка или им симпатизируют Или их поддерживает кто-то из милицейского начальства Понятно? Возможно, да Ну, конечно Иначе ни в коем случае это не было бы возможно То есть москвичи ломают, врываются И их вместо того, чтобы избить Увозят, наоборот, таджиков куда-то в эту самую зону Куда-то в обезьянник Понимаешь? Это о чем говорит? Значит, кто-то крышует из больших ментовских историй Может быть, да Подъем с Сергеем Даренко На русской службе новостей Так, появилась РИА Новости, которая дает 29.30 Курс рубля к доллару 29.30 дает РИА Новости Перед этим, как я вам напомню, Интерфакс давал 29.29, да? Что-то такое 29 Ну, что-то в этом роде Для меня тогда уж, прости, конечно 24 давал Для меня тогда абсолютно непонятно Что делает сайт MissEx.ru Markets Currency Today Вот я смотрю, ММВБ Девятое число Сегодня девятое число Десять часов, тринадцать минут Пожалуйста Они дают 28.61 Зачем? Зачем? Они лгут Но не может такого, что Интерфакс Подвисто может быть Я не понимаю Интерфакс и РИА Новости дают 29.30 Сама ММВБ на своем сайте выкладывает 28.62 Что это? Причем она Причем они показывают это реально Реально Сейчас То есть то, что происходит сейчас Понимаешь? Дай я попробую нажать Сейчас я Ребят, подождите Сейчас мы О, вот это другое дело Вот это другое дело Появилось? Да, да, да Да, да, да Сейчас я вам скажу реально Что они дают Сейчас Вообще Более путаного Глупого сайта Чем у ММВБ Прости, мою душу грешную Найти трудно А, у меня фейлор И не хочет открывать Все До свидания Все Там 29.50 уже показывает Ой-ой-ой Падение рубля Значит уже Уже показывает 29.50 Но открывать не хочет И пишет фейлор Все, до свидания Типа Мы не хотим Ход торгов Подписывай Я пытаюсь нажать Ход торгов Миссекс Дэйта Ход торгов Tomorrow 29.50 Код инструмента Средне взвешенный 28.61 Но сейчас Но сейчас идут сделки По 29.50 уже Я их вижу И даже 29.50 Чуть-чуть ниже Значит уже выше Чем 29.50 Идут сделки Но при том Когда хочешь посмотреть Конкретно Тебе пишут Что фейлор До свидания А нет Вот открылось Все открылось Значит Рубль сбрасывают Рубль сбрасывают Рубль улетает Идут такие сделки По рублю 29.52 29.36 Вот такие сделки То есть От 29.36 До 29.52 Идет рубль Сейчас На МВБ АРТС Светоч наш Индустриальный Минус 4.77 Минус 4.77 Отрабатывает Пожалуйста Вот И мы продолжаем Следить одним глазом Скажите пожалуйста А откуда тогда Все равно Офигенное благосостояние Потому что у нас Рекордные продажи Автомобилей С кратким докладом Выступит Катя Родина Давай Че Ну правда У нас автомобили А там статистику За июль Просто стало известно И теперь почти 225 тысяч новых Автомобилей Было куплено в июле В России И это на 27% Больше Чем в июле Значит русские Как бешеные Покупают машины Да Да Притом Притом они покупают машины Сказать не только Лада Лада пожалуйста Нет Не только Лада все равно На первом месте Но минус 3% Лада в отстой Чему я внутренне До известной степени Рад Потому что это машина убийца Понимаешь Вот У меня лично Двое моих знакомых Хороших Погибли в Ладе Потому что ехали в Ладе Ну я знаю Причем в разных Ладах Один на классике И один на На восьмерке Вот И еще рядом со мной Сидит здесь Катя Родина Которую разломали В Ладе так Что мама не горюй И именно потому что Это была Лада Серьезно говорю Потому что у нее Ни боковой жесткости Ничего нет Ну боковой нет Но там стойка Я не знаю Насколько правомерно Говорить что она такая жесткая Нет Я не знаю Просто слышала столько Хорошего насчет Лады Нет Столько плохого Но говорили одно Что стойка там такая Ну не знаю Значит Мерседес Бенц Вырос на 37% Чтобы вы понимали Мерседес Бенц Вырос продажи На 37% БМВ На 48% Вырос и продажи Я просто Сейчас иду по Более менее дорогим машинам Это дорогие Вольксваген Не дешевая машина Выросла на 115% Продажи Да Дальше Трутутутутуу Я сейчас вам найду Что-нибудь подороже Потому что Пежо это понятно Пеугеот Ему название Значит Во Ауди На 25% Выросло А еще Из дорогих Не вижу Больше ничего Ну так Есть Шевроле Допустим На 76% Выросло Киа На 40% Рено На 57% Простите Хёнда На 78% Ниссан На 55% Форд На 48% Део На 21% Понятно Да Бешено растут Продажи машин Причем новых Зачем новые Новые Они же Объясните пожалуйста Все эти ММВБ Интересуют лишь Варьё и проходимцев Небесспорное утверждение Которому можно Представить Противопоставить Следующее Все эти ММВБ Не интересуют Только дебилов И имбецилов Вот с такой же По категоричности Утверждения Которое я хотел бы Противопоставить Вашему А вы попробуйте Оба их посмаковать И понять Какое из них вернее Они оба Не верны Ну вот Они оба не верны Но Ваше Примерно Вот такого же Свойства 788 107 Невиданные покупки Неслыханные покупки Русскими машин В этом полугодии И в июле Алло Здравствуйте Алло Здравствуйте Да На десятки Сотни процентов Взлетают Продажи Дело Все в том Что Как мне кажется Вот например Я тоже приобретал машину В 2007 году Да То есть Мы практически Стали Ну Москва по крайней мере Да Это основной потребитель По России Вот этих дорогих брендов В 2007 году У меня машина Вот прошло Три года И я Сбросил А Вот что То есть Вот что На что указывает Наш слушатель Это важно Наш слушатель указывает На то Что до кризиса Народ на закупал машин До кризиса А они сейчас Им годочки подошли Им годочки подошли Они конечно Они уже поистратились Все Эти машинки Вот 788 107 0 788 107 0 Алло Здравствуйте Алло Сергей Добрый день Здравствуйте Вы покупали машину Игорь Я покупал Собираюсь покупать А вот скажите пожалуйста Да В вашем обширном парке Автомобилей Вот по моему мини был Да Мини куперная Вот какие косяки у мини Ну кроме того что нет запаски А так вроде ничего больше Да Да Нет скажите пожалуйста Объясните феномен теперь Объясните феномен Феномен теперь Да Ну как бы А куда двигаться Недвижимость Недвижимость стоит Все стоит Почему Почему в не вложить То есть у людей Появились деньги Раз Да кризисная машина Стала четырехлеткой Два Ну да И ни на что больше Не хватает денег Кроме как на машину Три Вот эти три причины Ну 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 Как бы движуха Какая-то в жизни должна быть Три Три причины Все спасибо Вот это важно Смотри Значит Первое Деньги какие-то появились Первое Машины купленные До кризиса Состарились И одновременно Этих денег Которые появились Больше ни на что Кроме машины Не хватает Все Вот эти три причины Понимаешь да Да 7881070 Кто покупал машины Звоните нам те Кто покупал машины 7881070 Например вы покупали В этом полугодии машины Алло здравствуйте Или идете покупать машину Да здравствуйте Алло здравствуйте Здравствуйте Потом ну предприниматели Средней руки Там малый Средний бизнес Они почувствовали Некую стабильность И поскольку Сейчас очень доступны Лизинговые программы То вот я лично Купил машину В лизинг Там на три года Потихонечку Плачу как бы А вы на юрлицо Да купили Я на юрлицо Да Мне кажется Таких машин Очень много Вот на юрлицо Сейчас покупают То есть Вот этот битуби Да Сегмент Он очень сильно Как раз И отрабатывает То есть Несколько частный сектор Мне кажется Сколько именно Вот коммерческий транспорт Ну вероятно Спасибо Спасибо Интересно Да Бизнесы покупают машины Во множестве Потому что очень удачные Удобные Лизинговые программы Появились Говорит наш Слушатель 10.21 Погнали на обзор печати Подъем Обзор печати Обзор печати Екатерина Родина О покупках машин На таком взлете Пишут и коммерсанты Ведомости Другие издания Все потому Что оказался доступен Отчет Комитета автопроизводителей Ассоциации Европейского бизнеса На 27% Больше Чем в прошлом году В июле Куплено машины И это 225 тысяч Новых легковых автомобилей И как отмечают издания Что ни сезон отпусков Ни тревожные ситуации На финансовых рынках В общем Ничего Не останавливает Россиян Которые Скупают и новые автомобили Ознакомьтесь подробно В изданиях Ведомости Коммерсанты Другие Далее скажу Про Коммерсант Про газету Там Про плитку Написано Замена асфальта На плитку В столице Приостановлена И издание Разбирается В чем же дело В правительстве Москвы Говорят Что заводы Поставщики Не справляются С такими объемами Поставок Которые необходимы А Производители Плитки И подрядчики Говорят Что в целом Они укладываются В нормы И поэтому Непонятно Где же истина В общем Подробности Читайте В Коммерсанте Там же Про Юлию Тимошенко Которая Не добирает Протестов Защита Экс-премьера Украины Три неудачные попытки Привернила добиться Ее освобождения Подстражи Поднадоела Но это основная новость Которая Нет Ничего больше не происходит Ну Тухляк Конечно Я понимаю Но она поднадоела Юлия Владимировна Да Но не надоела Она Наверное Тем кто о ней пишет Так вот Она якобы удивлена Реакцией России На ее арест Когда Россия Выступила против И многие Украинские оппозиционеры Удивлены Реакцией России Об этом Коммерсант Пишут Со ссылкой На конкретных лиц А еще Независимая газета Готовится к новой Газовой войне Пишет Что вот Судебные преследования Тимошенко Все это ведет К развязыванию Новой войны И победу Может одержать Газпром При этом Доказав Европе Ненадежность Украинского транзита Считает Независимая газета Подробности Найдете в ней Еще размышления О месте России В мировом дорожном рейтинге На страницах Этого издания Без преувеличения Пишут По данным Исследования Всемирного банка По качеству дорог Наш стран Находится На 111 месте В мировом рейтинге Хотя Некоторые эксперты Склонны полагать Что это не самая Худшая позиция Хорошо Не 1666 Что Киргизия Болгария Украина Польша Румыния У них дороги хуже А значит Их совсем нет В общем Рассуждения на эту тему Опубликованы В независимой газете Там же Да и в других изданиях Рассказывают Как прошел Заезд Тандем Когда Поклонницы Медведева Поклонницы Путина Объединились И вместе акцию Такую Представили Когда на тандеме На велосипедах Прокатились И Независимая газета В этом плане Говорит Что возможно И Медведев И Путин Все пойдут на выборы В 2012 году Осведомленный источник Близкий к администрации Знаешь я читал Катюх Просто хочу сказать Похоже на провокацию И тоже от бестемья Да возможно Ну потому что писать надо О чем-то Это вот вероятно Ну невероятно Это провокация Я думаю Но она связана С бестемьем Невероятно Ну и еще С бестемьем Наверняка Тоже связана Инициатива Епископ Пятигорский Черкесский Феофилакт Курьянов Он предлагает Открыть Православные Детские сады Вот ты вспомнила Его имя Я не могла вспомнить Феофилакт Пожалуйста Это значит Любящий молоко Да? Ну как Фео Фео Это Это Тео Божественно Фил Любящий Лакт молоко Теперь Лактозу То есть он Божественно Возлюбил Лактозу Вот тебе имя Пожалуйста Какое говорящие Потрясающее Мне нравится Давай ты меня будешь Звать иногда Ну может быть Хотя бы раз в неделю Феофилакт Не знаю Ну как Ну вдруг В общем О возможном открытии Таких православных Детских садов Повсеместно В России Читайте В независимой газете Переходим К российской газете Там пытаются Объяснить Зачем отменять Трудовые книжки И чем Все это грозит Глава комитета Госдумы по труду И социальной политике Андрей Исаев Ряд экспертов Собрали экстренный Круглый стол И на странице Российской газеты Теперь объяснили Оказывается Все теперь данные Будут храниться У работы дателя Трудовая книжка Не нужна Потому что Многие записи Там не делаются Человек работает За границей Потом приезжают У него говорят Где опыт Он говорит Опыт есть Я работал Но в трудовой записи Нет В общем Обо всем этом Читайте на страницах Российской газеты И еще Правительство Выпустило постановление Согласно которому Выбирать место Для похорон террористов Будут следственные органы Тоже публикуют Об этом На самом деле Это подтверждение То что было Да Это то что было И вдруг они теперь подтвердили Ну вот Подтвердили Конституционный суд Да Родственникам террористов Тела не выдают И еще Мелкий грех отпустит Тоже публикация В этом издании За пустяковые преступления Людей простят Лишил Верховный суд Правоохранителей Излюбленного Туза в рукаве Так выражаются Авторы По сути Высшая инстанция Запретила Навешивать на человека Надуманные преступления И приводит пример Там человек У него нашли Гильзу Патрон Это как боевый припас Но он его Где-то поднял Где-то уронили Хранил И нужно ли его Наказывать за то Что у него дома Хранился вот этот патрон Ну так что теперь будет Объясняю Это пустяк И считает Верховный суд А до скольки патронов Пустяк Мелкое несущественное Не знаю Не знаю Это же важно Формально под уголовный кодекс Попадает дело Но на деле Мелкая и несущественная Ситуация А как же тебя сажать Будут просто так Раньше милиция забрасывала тебе Гранату под эту Как называется Под ванну И потом говорят Ой, что это у вас там А сейчас надо побольше сыпать Сейчас надо ящик гранат Приносить Прямо Ящик Ставить его в холодильник И открывать холодильник Ой, что это у вас тут Да? Да Не стоит переводить Не только судебный чернил Но и тюремную баланду Это я цитирую Все по российской газете Вот там подробности Какая плодовитая газета Да Еще новое известие Тульского маньяка Проверяют московское алиби Хотя уже опровержение Мы получили в новостной сводке Там подруга этого убийцы 19-летнего Иван Иванченко Который был задержан 3 августа По делу об убийстве Семьи Шкарупа Ему обвинение Еще не предъявлено Потому что Расследуют еще Может быть и алиби Будет Не знаю Пока подруга заявляла Что он был в Москве В день совершения убийства Теперь отказывается От своих слов Но тем не менее В понедельник Исполняющий обязанности Губернатора Он уже вручил Почетные грамоты Сотрудникам Тульской полиции Следственного комитета Так вот А если обнаружится Что алиби А если обнаружится Что не убивал А если не он А если не он То как теперь Быть с грамотами Отбирать грамоту Очень странно 10 часов 43 минуты Ну скажи еще что-нибудь А еще очень интересная Посылка из Денвера Не прошла через почтам Благодаря вор Там просто из Америки Когда айфоны отправляют Они пишут Айфон И человек Который на почте Когда вы покупаете Айфоны джентльмена Покупайте их пожалуйста Не в Америке А в Гонконге Не будьте идиотами Потому что когда вы покупаете У американцев Они честно пишут Что они вам Продают Они прямо пишут Айфон Понимаете да Значит На международном почтамке Вот пожалуйста Джентльмен Украл это все А потому что он Не удержался А китаец напишет Просто сувенир С китайцами надо иметь дело А не с американцами 10.30 Погнали дальше Русская служба новостей Русновости.ру Подъем Подъем С Сергеем Даренко На русской службе Новостей 10 часов 34 минуты Мы продолжаем с Екатериной Родиной Катя Смотрю РТС Биржа Значит РТС Было бы сейчас Хуже чем 4% падало Сейчас 3.49 3.49 падает РТС В данную секунду Да Потому что данные Все время меняются Вот Падение продолжается Крах бирж Все такое Все ужасненькое Ну ничего страшного Просто это Десятки миллиардов долларов Люди теряют А так ничего особенного Нет Нормально Вот Значит Секунду еще А доллар Голубь Самый Вот последняя сделка По доллару 29.48 Максимум Сейчас Сблизился Максимум С минимумом По сделкам Идут Так Минимум 29.48 Максимум 29.53 29.53 29.48 Такие сделки По доллару Идут сейчас На ММВБ Это к рублю Теперь по Не рублю По не рублю Понервься Все Понервься 1.42.35 Так и есть Раскачивается Там Но сейчас Мы поймали его Так же Как я говорил Вам примерно Час Полчаса назад 1.42.35 И сейчас 1.42.35 Нет Вот 36 Чтобы было По-разному Мы продолжаем следить Биржевой крах Такой Какой-то биржевой Биржевой Страшный Страшное падение Сегодня Я думаю Замедляется Поэтому Но тем не менее Присматривать за этим Кошмаром надо Смотрите Рассекречены Видео спецоперации На АЗС В Химках LifeNews.ru Угощает нас Видео По существу На видео Ничего нет Надо сказать А много Трупов На видео Еще они лукавят Они говорят Что кадры захвата Это не кадры Это кадры Трупов Просто после Поснимали Значит Кого они там Положили К разбойному Наполею Там так Арсен Мустафаев Аслан Шабанов Гирихан Гандалаев Юстав Ибрагимов Некий Асатулло Асатулло Без фамилии И неизвестный Имя неизвестно Еще одного Которого Которого Наверное Что Неизвестный Вот Они Соответственно Неизвестный Наверное Ушел И забыл Бросить Визитную Карточку Они Показаны Теперь На LifeNews.ru На Видео Лежат Всяко В разных Позах И С оружием С оружием Да С оружием Вот Это Те Дагестанцы Которые Атаковали Бензозаправку В Химках В надежде Купить бутерброд Я думаю Деньги Денег не хватало Пожалуйста Кровавая сцена Разыгралась Еще Замдиректора Есть подробности По замдиректора Московской школы Который был трудовиком Сначала Он был трудовиком В школе Потом он Сделался замдиректора По безопасности И Есть подробности По нему Я читаю Вот Что его Оказывается Изобличила Мать Одной из девочек А никакая не девочка Перед этим Накануне Была Запись Что девочка Одна Позвонила бабушке Это не так Больше того Он сам Видимо Краснодарский Он из московской школы Но он поехал В Краснодарский край Со школой Своими девочками Из школы Своей московской Он главный в лагере был Он был главный Руководитель Руководитель лагеря Но Но Он дружил С кем-то там В этом Лазаревском районе Сочи С какими-то родственниками Или там подружился Или там у него родственники Но он пошел в гости Он пошел в гости Ах нет Простите У своей матери То есть его мать Живет в Лазаревском районе В поселке Лазаревском Он в гостях Увидел Что пришла Женщина Пожилая С внучкой Четырехлетней И он взял Эту внучку И повел ее В сарай Чтобы совершать Развратные действия И бабка Проследила Как он Четырехлетнюю девочку Повел в сарай Бабка проследила То есть Никакие девочки Его не сдавали Что поразительно И отличается Информация Прошлого дня Бабка проследила Вызвала милицию И все на свете И когда милиция Начала расследовать То в лагере Уже когда стали Расспрашивать Девочек Выяснилось Что он там Объявил себя Гинекологом Да А у него Медицинское образование Ну нет Он когда-то Медучилище закончил Послушано Когда было в детстве Совсем Может быть Сорок лет назад Он закончил Медучилище Ну вот Значит он когда-то Закончил медучилище И отсюда знал слова Какие надо говорить слова Он например мог сказать Полагаю Это Не так ли коллега Говорил он Из чего все делали вывод Что он Медицинский профессор Дайте скальпель Дайте скальпель Да Зажим Скальпель Какие такие слова Вот Значит я думаю Что когда стали Потом расспрашивать Девочек То девочки Москвички В лагере Объявили Что они ходили К нему Как к гинекологу Больше того Он устроил Обязательное Обязательное посещение Дескать На юге Там вот Опрелости Фигелости И так далее Надо непрерывно ходить Непрерывно показывать Он будет мазать Кремами Там и так далее И так далее Вот Вот пожалуйста Теперь смотри Никто не верит в это Коллеги опять Он же рядом был с коллегами Рядом Никто не верит Но они соглашаются с тем Что он гинекологом Выступал в лагере Так там находились Рядом Учителя Которые считали Что это нормально Московская школа Алло Ты понимаешь Что это Я не хочу никого обидеть Послушай Ну это не Не какая-то провинция Это московская школа Выезжают Московские дети Понятно Да В Лазаревское А у него там мать То есть он Самый кубанец А какая разница Московская школа Так же как Московская полигоника Я тоже думала Что московская поликлиника Отличается от другой От Астраханской Ничего Хуже даже Обычная городская поликлиника Ну скажите мне пожалуйста 788107.0 Отличается Не отличается Ребят Скажите пожалуйста Это характеризует Наш уровень Потому что мы темные люди Просто Мы темные люди Это так Я спрашиваю 788107.0 788107.0 Московская школа Ребят Московские Девочки Московские Родители Понятно Да Ловит его Кубанская бабка В результате Алло Здравствуйте Добрый день Я работаю в школе Как вас зовут Простите Ина Ина Вот смотрите А коллеги Верят Что он гинеколог Ну что это за чушь А я вам скажу В московских школах Вот я работаю И не буду говорить номер Сотрудника 57 человек Москвичей 6 А А Поэтому люди Ну плюс еще Что-то Ну потому что Девочки Этого не знают Родители Ничего не объясняли Дома они Не говорят Об этом А если даже Говорят То в Москве Минсквичей Уже стало Гораздо Меньше Чем Людей Из регионов И они Не знают Системы Которую Здесь Они не знают Правил Они не знают Своих правил Они Девочки Не разговаривают На этой теме Мамы Поведи на досмотр У нас досмотр Да И потом он говорит Тем Которые понравились Он говорит Так У тебя Вот здесь Я вижу Значит Там Опрелось Ты будешь Ходить Каждый день А я Скажу Еще На секунду Задержу Ваше Ваше По школам Ходят Какие-то врачи Которые Разговаривают С девочками Отдельно С мальчиками И пропагандируют Против зачатченных средств Собирают детей С возьмем По один цикл Девочек И говорят Вы поедете За город У вас может быть Контакт с мальчиком Покупайте это лекарство Я записала Зашла в аптеку Мне говорят Да вы что Господь с вами Как можно Это такое сильное лекарство У детей Притом гормональное Наверняка Да Гормональное Я не поверила А фармацент Пошла в другую Я обошла 5-6 поликлиник И везде На меня в ужасе Смотрели Говорили Как Это А родители Которые приехали Из Киргизии Привезли детей В Москву Да вы дайте На хорошее образование Они же это не знают Мамочка И школа Сейчас превратилась В место В место Где делают бизнес Спасибо вам огромное Но скажите Вы же меня Обескураживаете совсем Ну это реально Ну почему Вы в какой-то другой сфере А я вот здесь Спасибо вам огромное Всего доброго Спасибо Бог милость Что она говорит Это правда Если это правда То тогда чего А Ну вот Правда есть правда Так Да Есть 43 10-43 Поехали дальше Подъем Сергеем Даренко Найросен Небольшой откат На РТС Ну в смысле Откат в минусов Да 3.34 минус Сейчас Уходили за 4 процента Сейчас 3.34 минус И так же По валютам Да Было 29.53 Сейчас валюта Вот сейчас Извините Я перезагружаю Это Этот нелепый сайт Этот Этот нелепейший Из сайтов Я имею ввиду Сайт ММВБ Так Секундочку Максимум Минимум Сейчас торгуется Минимум 29.45 Максимум 29.49 Последняя сделка 29.48 75 То есть Где-то 29.49 Вот Шаг 10 минут У меня Вот так Значит Сайт Сайт нелепый Поэтому Извините Он грузится Как-то так Все у него нелепо Зато Пишет Таня Родители Девочек На Мерсах Разъезжают И по ММВБ Шострят Пишет Таня Таня Вы бы позвонили бы 36 Вот у вас 36 Телефон Я вас выловлю Давайте поговорим Ну давайте поговорим При чем тут ММВБ А зато Не зато А когда-то Эти родители В НИИ пропадали 36 Позвоните Я на вас смотрю Они пропадали Ну вот Теперь у меня Линия вся забита Теперь вы не позвоните В результате Понимаете А раньше они В НИИ пропадали Родители Или там На пашне пропадали На пашне пропадали Корову ходили Кормить Да Этому саму Мужику своему Завтрак носили В поле Баба Что нет Алло Здравствуйте Да Слушаю Здравствуйте Сергей А вот по поводу Педофила Хотел сказать Грубо говоря Из первых уст Я в этой школе Тоже учился 8 лет назад Закончил Да Вот Я могу сказать То что Я тоже был В этом лагере Ну и правда Я мальчик Грубо говоря В 10 классе Я был В тот момент Вот И тоже С этим трудовиком Ездили в лагерь Это от школы Но Грубо говоря Школа Все это знает Она Выделяет место Там В Вадлере Или в Хосте Вот И тогда Как бы Ну родители Знают этого трудовика Он был На хорошем счету Я вообще в шоке Мне вчера Понимаете Друг вконтакте Написал Говорит Узнаешь И я Думал Спан какой-то прислал Посмотрел В шоке Вообще Просто до сих пор Даже Послушайте Вот вы поймите Он же мог И на следующий год поехать Ведь в этом же дело Да Я Он в этом году У него была целая Там Он проводил Осмотры Девочкам Гинекологические Хотя он ни разу Не гинеколог Вообще Да Он ОБЖ И труд Труд Значит он проводил Вопросы При этом все Остальные взрослые Считали это нормальным Он некоторым Говорил Что я Как врач Я как врач Настаиваю Чтобы вы проходили Процедуру чаще Мадемуазель И некоторые девочки Ходили к нему Каждый день На смазывание Но я как читал Он ночью Подходил Нет Теперь слушайте Новость Новая новость Сейчас вот посмотрите Life News Заловила его бабка Тамошняя Кубанская бабка Которая пришла К его лично матери Он же в Лазаревском Прописана Мать у него Он бабка его Заловила Потому что бабка Пришла с четырехлетней Внучкой Он вы тут бабы По своей тематике А мы с внученькой С вашей пойдем Погуляем Я ей покажу Цветочки Повел четырехлетнюю Девочку Лапоть в сарай И бабка Подошла К щель В заборе Или что-то Сказать там Или в сарае Или за дверью Она увидела И вызвала милицию Бабка его Заловила И тогда Стали спрашивать Девчонок в лагере И девчонки в лагере На голубом глазу Да он гинеколог Да он нас вызывает Да смазывает Да у него мази И так далее Понимаете Да я в шоке Просто я Он был ну Как бы Таким Ну никогда не скажешь Что он Так Такой может сделать Просто нет слов Слушайте Если я выпишу Может быть мы будем Еще эту тему обсуждать Может я выпишу Ваш телефон Если позвонит Наша служба новостей Вы не Хорошо Спасибо Давай выпишем Телефон Потому что Этот вот парень Ездил с ним С этим трудовиком Безумным Секундочку Я выпишу Его телефон Вы уж все Простите меня Пожалуйста Я знаю Всем надоело Типа Все такие Думают Когда же он скорее Выпишет Потому что он Дурак Что писать не умеет Все я выписал Да Смотрите Значит я Я сейчас Я сейчас Хотел Коснуться Несколько Иной темы На самом деле Я хотел Коснуться Несколько Иной темы Я хотел Коснуться Темы Взрослых Там Навалом Было Взрослых Навалом Весь лагерь Знал Что вот Директор Лагеря Объявил себя Гинекологом Он мог В следующем году Так поехать Через еще год Мог так поехать Он мог так просто Ездить каждый год Объявил себя Гинекологом И точка Понятно Да И все Ну и что А что взрослые 788 170 Ребят Тут что-то Непорядок Какой-то в головах Все-таки взрослых Делать не в детях Дети Ну что им говорят Ну вот Осмотрят Они что-то слышали Небось Мать наверное Предупреждала Что такое бывает Ну как бы Алло Здравствуйте Алло Здравствуйте Да Сереж Вы знаете Вы с таким Остеревенением Вот это все Дело обсуждаете Спасибо Я не обсуждаю Как я обсуждаю Я не обсуждаю Как я обсуждаю Меня обсудим На моих поминках Договорились Я явлюсь к вам И мы это все Обсудим Алло Здравствуйте Да Слушай Да Манеру ведения Не обсуждено У нас запрещено На станции Обсуждать манеру ведения Понимаете Кая Петрушка А кто запретил Угадайте Я же и запретил Сам же и запретил Сам же и следует запрету Понимаете Это ужасно 7-8-8-10-7-0 Но манеру ведения Мы не будем обсуждать Да Простите 7-8-8-10-7-0 Прошу вас Да Добрый день Да Андрей Меня зовут Андрей Это сговор взрослых Утверждаю я Сговор взрослых Ну Я готов Это поддержать Единственное Только вы знаете Вот на днях Вы Я видел вашу передачу Где вы обсуждали Тоже ситуацию Связанную с Да С семьей Где С семьей Да Которая пытается Выручить отца Да Да Вот у меня Такой знаете Очень интересный момент Вы начинаете обсуждать Ситуацию Когда То есть собственно говоря Обсуждать ситуацию Когда еще не принят Никакие решения И кстати Вы недавно сказали Программаты Которые вручили В Тульской области Да Вот Поэтому Вот Всегда очень Я вам хочу сказать Да Согласен Давайте Давайте вернемся Давайте вернемся Вы помните Такую литературную газету Которая была На 16 страницах В советское время В которой Был автор Очень хороший Журналист На мой взгляд Публицист Который После По решению Суда Писал Разворот По Какому-то Криминалу Не помните Такого Нет Не важно Не важно Поверьте мне На слово Такое было Он писал Он писал Большой разворот О состоявшемся Судебном решении На основе Следователей Так сказать Что говорим Вот Значит Но Я следую За сознанием То есть мы радио Я сейчас объясню вот эту вещь Мы радио Есть площадка Некий форум А на площадях То есть форум Площадь А на площадях Обсуждают До судебного решения Понимаете Окей Тогда очень простой вопрос А какие другие Могут быть мнения Ну Понятно что Козел Понятно где должен Находиться Понятно что Нет ни одного Внятного человека Который скажет Что это хорошо А у меня вопрос на другой Вопрос на другой А что делала Целая свора взрослых Рядом с ним Он же легализовался Объявив себя гинекологом Вам непонятно Он легализовался И рядом Слушайте у меня Рядом тетки были Тетки Мамки У которых тоже дети Ну нянечки Вожатые Повариха Сватья баба Бабариха Все они Сказали ему А Ну хорошо Хорошо Вот Это как раз вопрос Профессионализма О котором уже говорили Это лучше называется Понабирали По объявлению Хочу поскорить Я имею ввиду Тех кто были вокруг Хочу поскорить Это вопрос Не профессионализма Это вопрос Критериев Это вопрос Не профессионализма Которого Сейчас Стало столько Что Он и туда дошел Давайте проголосуем По вашему Вот заявлению Значит Смотрите Как я поставлю вопрос Вы Вы Простите еще раз Как ваше имя Андрей 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 Ставит вопрос Что взрослые Соглашались Потому что Это не профессионализм Набирают Абы кого И сейчас я заведу голосование. Давайте, Андрей, прямо при вас. Я сейчас секундочку перелистну. Ага, добавить голосование, начать. Значит, смотрите, вы поддержите точку зрения Андрея, потому что все остальные взрослые в лагере, в котором орудует маньяк этот сумасшедший, непрофессионалы их понабрали кого как. Да? 916-5581. И поэтому, собственно, все это возможно. А я считаю, что это падение моральных критериев. Даже и профессионалы, они склонны отвернуться, закрыть глаза, не участвовать, не лезть не в свое дело. Это моральное падение, непрофессиональное. Да, это в том, что если мы говорим об учителях, то как раз моральные аспекты являются в том числе одним из аспектов профессиональных. Ну, подождите, если мы сейчас помиримся, если мы сейчас помиримся, не выйдет голосование. Вы уж стойте на своем, стойте на своем, стойте на своем, стойте на своем, мертво, стойте на своем. Значит, Андрей считает, что эта тема связана с непрофессионализмом, набирают кабык, а бы кого, всякую шпану набирают, понабирают и так далее, потом удивляются. А я говорю, что это вопросы падения морали, как таковой. Люди, увидев грязь, отворачиваются, отворачиваются, не воспринимая это общество как свое, эту мою страну как свою, не воспринимая, понимаешь, да? Пока их не коснется, да. А когда это и их коснется, фигня, опять они отворачиваются. Давайте всю рекламу голосуем, потом скажу результат. Погнали. Подъем. Так, подводим итог быстрого голосования. Слушайте, перебираем время, простите, никакой рубрики в движении, конечно, не получится у нас, но зато голосование. Смотрите, Андрей сказал, это потому было в детском пионерском лагере, в детском лагере на юге, что там непрофессионалов набирают всякую шушеру. 42,9% поддерживают это. Я считаю, что это потому, что люди лишены моральных критериев, увидев зло, не вмешиваются и не пытаются оспорить. 57% это моральная проблема, прежде чем профессиональная. 57,1% поддерживают меня. Честно, пополам, а большинство хочет проголосовать и за то, и за то, за оба варианта сразу. Очень много людей написали. А можно за оба варианта сразу проголосовать? Вот это самое, но нет, нет, потому что мы должны разделить. Так, слушайте, Екатерина Родина провела этот выпуск. Вячеслав Петров расскажет вам о спорте. А я пойду проживу его этот вторник, 9 августа.